здравствуйте уважаемые друзья мы с вами наконец встретились после этой большой подготовки которая проведена была к этому вебинару встретились во второй раз те кто меня еще не знает с кем мы еще не встречались ни здесь ни на страницах фейсбука не прессе я хотел бы представиться меня звать владимир роллов я тот самый человек который сделал для вас семинар под названием под названием жанровой фотографии это курс целый который вы можете посмотреть вот по другой ссылке я прежде чем объявлю то что мы сегодня наметили мне хотелось бы сказать сердечное спасибо руководству и организатором школы или точнее говоря института теперь как он называется в нью-йорк нью-йоркского института фотографий огромное спасибо за то что была предоставлена возможность встретиться с вами это смог себе уже большая награда любого фотографа меня тоже естественно с одной стороны с другой стороны мне хотелось бы поблагодарить вас всех тех кто нашел время и пришел сюда для того чтобы встретиться теперь давайте мы поговорим вот о чем значит чему посвящен сегодняшний вебинар он посвящен разбору ваших фотографий но поскольку вы обратили внимание на название это посвящено посвящено жанровой фотографии естественно в разборе тех тысячи снимков действительно тысяч ним которые были присланы мы будем уделять основном основное внимание именно жанровым снимкам вот прежде чем опять таки более близко подойти к этой теме я бы хотел вам сказать вот о чем как ни странно мы сейчас занимаемся тем что в природе не существует кое-кто из вас это уже от меня слышал я не побоюсь и повторюсь еще раз жанровой фотографии не существует ее нет природе есть жанры фотографии это да виды фотографии вот а жанровой фотографии как таковой нет скажем в немецком в английском языках такого существительного нет которая вернее предлагать могу сказать определение которое имелось бы ввиду так как мы вот имеем ввиду жанровой фотографии что есть есть событийная фотография то есть та фотография которая делает целью своего интереса события которые происходят не только с людьми они происходят также и живой природе они могут происходить везде весь вопрос как их вычлить увидеть события теперь давайте мы поговорим вот о чем вот смотрите вот я вот есть еще несколько людей которые также долго как я занимается фотографии полвека есть другие люди которые тоже разбираются фотографии и так далее и причем если каждый из нас будет браться за обсуждение ваших снимков не исключено и скорее всего мы будем по-разному определять интересность ценность того или иного или иного снимка что же тогда получается нет объективных критериев сегодня александр васильевич скажет одно владимир игоревич сегодня скажет другое завтра юрий петрович скажет 3 где лежит истина вот для того чтобы разобраться с этим с критериями фотографии жанровой фотографии мы сегодня вот этим делом прежде чем мы начнем разбирать ваши фотографии мы и займемся давайте мы с вами немножечко определим с каких позиций я буду оценивать ваши фотографии поскольку тема жанровая тема сегодня определена снимки которые являются скажем бытовыми портретными фото зарисовками я о них буду говорить но буквально пару пару слов и прошу на меня не обижаться что это так коротко но потому что сегодня другая наша тема жанровым снимкам я посвящу немножко больше времени а сейчас позвольте мне перейти к маленькой презентации которую я хотел бы вам сейчас показать она называется признаки и критерии хорошей фотографии причем хорошей в кавычках взята ну и жанровой конечно поскольку мы о ней будем говорить я хотел бы очень взять какие-то иные снимки для этой презентации но по нашему законодательству я имею право в данном случае показывать только свои работы или какие-то другие но мне с них необходимо брать подписи с авторов поэтому чтобы не морочиться я покажу вам свои снимки тем более что там есть несколько которые соответствуют нашей теме и так признаки и критерий хорошей фотографии жанровой фотографии вот мы смотрим на фотографию мы как-то вот быстренько очень определяем это жанровая фотографии или жанр хорошая или нехорошая вот посмотрите я вам сейчас покажу я вам сейчас покажу три или нет четыре снимка эти снимки все эти снимки объединены одним делом которое мы проговорим чуть позже вот второй снимок вот третий снимок он кстати называется прощай отец его четвертый снимок теперь давайте быстренько пролежем обратно и подумаем что же объединяет эти все снимки мы их называем жанровыми разумеется почему 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 они жанровые почему они не портреты почему это не что-то иное что не понял простите пожалуйста вот говорят снимки не видны сейчас мы попробуем разобраться в этом деле почему они у нас не видны ольга они были видны так давайте простите пожалуйста мы люди далекие от этих вещей мы больше по фотографиям сейчас я попробую заново включиться прошу меня извинить но к сожалению вот такие фокусы что поля пошло да простите пожалуйста еще раз дедушка пожилой так что ему не все сразу дается итак эти снимки давайте мы немножечко подумаем что же такое признак хорошей фотографии вот я здесь пишу что не только жанровая любая фотография должна просто обязана впечатлять понимаете все что мы говорим все что мы о фотографиях вокруг них обговариваем это вторичные дела снимок адресуется нормальный хороший художественный снимок адресуется многим зрителям и он должен быть близок этим зрителям он должен впечатлять потому что кулуарные маленькие какие-то группы это не есть ценители фотографии фотографии фотография она должна она в силу своей особенности она ориентируется на большое количество зрителей не на 5 человек но на 5 миллионов и так фотографии должно впечатлять сегодня у нас делаются миллиарды фотографий каждый день по много-много миллионов в этом контексте нас мало интересует фотографии которые нас не впечатляют они нам не нужны нам нужны фотографии которые работают для нас на нас они должны давать нам ощущение фотографии должны впечатлять они должны нам они должны у нас вызывать эмоции впечатления бывает конечно разными приятными легкими удивительными тяжелыми даже невыносимыми Вот хорошая фотография, о которой мы говорим, важнее даже, как я здесь пишу, не эмоции, которые она вызывает, а только хотя бы ее присутствие. Это чрезвычайно важно. Большинство фотографий абсолютно бедны на эти эмоции, и поэтому они не вызывают у нас человеческого отклика. Отклик человеческий. Тепло, которое фотографии могут передавать дальше. Вот этот портрет, но он даже и не совсем портрет, это, назовем его, жанровый портрет, событийный портрет. Называется теплый портрет. Второй признак удавшейся жанровой фотографии – это читаемый рассказ мне. Что это значит? Это значит, что всегда можно увидеть историю в этой фотографии. И она читается. Причем, чем более внимателен человек, чем более искушен он в анализе, что ли, снимков для себя самого, тем больше он видит в рассказе каждой фотографии. Везде рассказ, только его надо увидеть. Вот в этой фотографии, например, здесь человек, который сразу посмотрит на него в лед, что называется, он видит, что бабушка рассказывает сказки. Бабушкины сказки. Человек, который немножко задержится на этой фотографии, он посмотрит вниз, там где кошка, точнее говоря, кот. Понимаете, кот из сказки. Кот из сказки. Сразу же вспоминается тот самый кот, который ходит по цепи, кругом, а цепь, между прочим, золотая. Вот еще один рассказ. Видите, и здесь скрыт рассказ. Причем, очень много скрыто за кадром, но это все признаки, которые в кадре находятся, не читаются. Первая – зарплата. Восприятие снимков сродни любви. Да-да, возникает влюбленность, которая часто проходит, когда снимок намозолил глаза. Но влюбленность нередко переходит… Простите, у меня еще получилась сбивка. Оля, скажи, все видно, да? Так, ребята, кажется, снова у меня не видно фотографий. Я попробую еще раз пойти… Оля, посмотри, пожалуйста. Так, я еще раз иду на окно. Что у нас такое получается? Так, посмотри, пожалуйста, Оленька. Ага, хорошо. Хорошо. Так, спасибо. Продолжаем дальше. Итак, восприятие снимков сродни любви. Возникает влюбленность, которая часто проходит, когда снимок намозолил глаза. Ну, это прямо как в семье. Но влюбленность нередко переходит и в любовь, которая остается на всю жизнь. Так, сейчас я должен сделать еще одно отступление, простите, ребята. Это все очень тяжело мне дается. Сейчас мы посмотрим, как у нас… Как у нас сейчас это дело все… Простите, пожалуйста, еще раз. Я попытаюсь… Мне вот сообщили, что не очень хорошо получается. Я сейчас попытаюсь это дело все наладить. Так. Так, хорошо. Показать экран. Покажем экран. Так. Хорошо. Давайте дальше продолжим. Мне говорят, что все нормально. Ольга, пожалуйста, контроль. Я еще раз приношу свои извинения. К сожалению, не все удачно. Как-то эти программы не очень надежно работают. Я сейчас пойду к тому снимку, к которому я хотел вас привести. Так, я попрошу моих контролеров посмотреть сейчас. Идет, нет трансляции. Пожалуйста, дайте знать. Сейчас идет снимок. Две мои бабушки. Бабушки и дедушка. Хорошо. Но пока идет суть до дела, я все-таки дорасскажу то, что я имел в виду. Вот мы смотрим на снимки, и они влюбляют нас в себя. И вот эта влюбленность, она сохраняется когда-то, она проходит, но она может преобразоваться и в любовь, которая остается на всю жизнь. Понимаете, в океане фотографической продукции сегодня это главный и единственный признак жанрового снимка. Больше никаких других нет. Снимок должен выполнить свою роль. Он должен прийти и поселиться в вашем сердце. Другого не признается. Понимаете, это все остальное не важно. Потому что столько снимков на свете, эти снимки должны все-таки приходить к нам в сердце. Извините. Подожди, подожди. Бабушка и дедушка, это все нормально. Он стоит? Нет, а что там? Хорошо. А сейчас? Ой, люди, извините, пожалуйста. Ну и так тяжело. Бабушка, да, я вот сходил уже. Посмотри, пожалуйста. У тебя что-то есть? Изменилось? Простите, простите. Мне даже пишут, что у меня бабушка. Что? Мы сейчас сначала на спальке включили мои приключения, дорогая. Так, ну что же нам делать тогда? Ребята, подскажите, пожалуйста. Что? Что? Что делать-то? Угу. Давайте еще раз. Как жаль. Как жаль. Я так хотел вам показать эти фотографии. Но мы попробуем все-таки выйти из положения. Может быть, перестартовать презентацию? Давайте еще раз. Хорошо. Я могу перестартовать презентацию. Это не проблема. Давайте еще раз попрезентуем. Раз, раз. Мне очень жаль, сбилось все. Ну, хорошо. Что мы сейчас видим, Ольга? Я продолжу дальше, пока у нас идет настройка. Так, простите. Так, хорошо. Раз, раз, Водя. Так, извините, пожалуйста. Одна маленькая пятиминутная пауза. Александр, я слушаю. Да, ты открываешь презентацию, скорее всего, переходишь в полноэкранный режим. Вот не делай этого. То есть ты презентацию показал, а просто саму презентацию листа не разворачивай ее на весь экран. Хорошо. Мне посоветовали сейчас все-таки вот таким образом показывать вам фотографии. То есть не разворачивая. Попробуем так посмотреть. Хорошо. Так, видно ли сейчас, Александр? Рабочий стол не показал. Я должен рабочий стол еще, да? Да. Так, хорошо. Так, показать. Войси-кранта. Рабочий стол. Поделиться. Так, сейчас как? Сейчас рабочий стол увижу, презентацию увижу, пролистни ее. Листается? Да. Сейчас в таком режиме листается. Хорошо. Значит, работает презентация только в таком режиме. Благодарю. Хорошо. Продолжим дальше, ребята. Извините, опять-таки еще... Извините за технические неудобства. Да-да. Пожалуйста, извините, что так происходит, за эти неудобства. Но продолжим дальше. Так вот, я вынужден, к сожалению, в таком скромном варианте показывать презентацию. Мы знаем, что восприятие индивидуальное, да? Значит, и впечатление от снимка может быть разным. Вот я ставлю вопрос. Существуют ли какие-то критерии, которые позволяют более-менее объективно оценивать фотографию? Существует ли? С их помощью снимок можно объяснить, но не полюбить. Почему? Да потому что как раз снимок-то, он работает каким-то таким образом, когда он вползает в наше сердце, в нашу душу, необъяснимым образом. Но его признаки и его критерии выработать можно. Вот давайте мы посмотрим сейчас, каковы критерии хорошего жанрового снимка. Первый критерий, очень важный критерий, существенный критерий – это волнующая многих людей тема. Не будем путать тему с местным съемки. Понимаете, это часто бывает так. Говорят, о, я пошел стройку снимать. Он пошел снимать стройку. И ладно, ну что? А в чем дело? Ты чего на стройке хочешь снимать? Ты хочешь снимать процессы, но процессы, кому они интересны. Ты хочешь снимать людей, но ты будешь снимать людей. А каким образом снимать людей? Ради чего? Так вот, темой является чаще всего чувство людей. Любовь, радость, печаль. Вот здесь я пишу. Отчаяние, беда, ужас, удивление, восторг и так далее. Вот это-то и есть наша тема. Все остальное – места, где эти темы живут. Вот смотрите, давайте мы с вами возьмем тюрьму. Камеру. В камере живет несколько человек. Отсиживают. В этом контексте, в этой камере, в одной и той же камере, можно снять тему ужаса, тему любви, тему дружбы. Какую угодно тему. Тему радости, печали, тему товарищества. Все что угодно. Поэтому давайте будем разделять темы от места, где они живут. Вот как пример вот этот снимок. Смотрите, пожалуйста, извините. Вот этот снимок, смотрите. Вот это тема, это больница, да, это место, где живут эти темы. Вот. А какие здесь темы? Ну, тема боли. Конечно, больница от слов «боль» – больница. Тема радости. Как ни странно, в больнице тоже может быть радость. Ну и так далее. Здесь можно найти кошмарно много тем. Даже тему производственную, тему «усталый медсестры» и так далее, и так далее. Волнующее событие. Вот еще один признак нашего хорошего снимка. Вот смотрите. Тема, да, чувство, которое лежит, заложено в этом снимке. Тема «волнующее событие». Если, скажем, кто-то садит ребенка и начинает кормить его кашей, да, это бытовой снимок. Это очень интересная работа, но для одной конкретной маленькой группы людей, для его семьи. Вот. Но тема, когда этот ребенок, я фантазирую условно, надел на голову папе эту кашу, это уже волнующее событие. И это событие приобретает уже некая, скажем так, некую образность. Эта образность заключается в том, что такое может случиться с любым отцом, с любой мамой. Вот здесь снимок из конкретного, он становится обобщающим. Но, 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 вот здесь я пишу. В нынешней Сирии снимать военные события как тему героизма, можно снимать военные события как тему героизма, как тему подлости, как тему жалости. Место одно, а события много. Бесконечность. Вот, пожалуйста, еще одна тема вам подтверждения. Поскольку мы имеем дело с событиями, события развиваются по-разному. Точнее говоря, они развиваются в каждом отрезке времени по-разному. В одном отрезке времени они плавно текут, в другом отрезке они пиком уходят вверх. Значит, что-то случается такое экстраординарное, когда чувства внутри этого события вдруг прыгают вверх. Я, к сожалению, сейчас не могу остановиться на этом очень важном моменте, пике события, поскольку я не имею достаточно времени с одной стороны. А с другой стороны, вот в том моем курсе, 10-часовом курсе, видеокурсе, посвященном жанровой фотографии, теме события посвящена очень большая часть. Это абсолютно важное дело в событийной жанровой фотографии. Я вас попрошу, если только вы действительно увлекаетесь жанровой фотографией, я полагаю, что вам следует все-таки услышать то, что я вам там в этом курсе объясняю. Хочу сделать заметку. Я не занимаюсь сейчас рекламой своего курса, но я утверждаю, что в моем курсе собрано до кучи очень много того, что делает курс законченным и полезным для людей, которые занимаются жанровой фотографией. Поговорите с теми, кто его уже слушал. Так, поехали дальше. Вот один из пиков события. Смотрите, человек собрал бабушек, он с бабушками поет, извините. И вот бабушки сейчас взяли какую-то, или он затягивает верхнюю ноту. Но это не единственное событие, пик события в этом событии. Бывают и другие. Наша задача – уметь эти пики вычленять, ждать их и быть готовым их снять. Вот чем штука. Другие фотографии в промежутках между пиками значительно менее интересны, и они не раскрывают события. Образность фотографий. И снова я вынужден обратить вас к своему видеокурсу по жанровой фотографии. Это одна из важнейших тем вообще для всей фотографии, наверное, для всего искусства. Образность. Образность. Что такое образность? Каким образом это надо добиваться образности в снимках? Это все есть в курсе. Вот смотрите, я пишу. Отличие репортажного снимка от жанрового заключается в том, что в жанровом снимке всегда присутствует обобщение. Репортаж. Что это такое репортаж? Репортаж – это всегда регистрация протекающего события, либо его части, либо всего события от начала до конца, либо даже и последствий события. Понимаете? Это документ. Но если в этом документе удается в каких-то его частях, даже во всем бывают такие репортажи, отойти от сиюминутного и перейти к образному, к обобщающему, репортаж моментально или отдельные снимки репортаж моментально переходят в категорию художественных работ. Вот одно обобщение. Вы же видите, что речь идет не об этом конкретном враче и не об этой конкретной операции. Речь идет вообще о врачах. Это люди, особенно хирурги, которые своей кровью спасают нас. Такие вот это вот самоотверженные. Вот в этом снимке как раз и разговор. Образная снимка и сиюминутная снимка. Если снимок, скажем, снимок бытового характера, снимок репортажного характера говорит о том, что случилось здесь и сейчас, то снимок образный всегда решает задачу всегда и везде. То есть он говорит о том, что постоянно случается, о типическом, о типичном. Жанровая фотография исключительно редко бывает, но все же бывает иногда, поставленной. Она чаще всего событийна. Событийная отсюда и название, событийная фотография. Бывает все же и жанровые фотографии, поставленные или постановочные. Не путать с постановочными кадрами. Постановочные в том смысле, когда ставят события. Мы организуем события, оно начинает развиваться по своим канонам, по своим законам. И тогда мы это событие репортажно снимаем. А может быть и жанрово. Вот это вот имеется в виду, под все же бывает. Вот событие. К сожалению, оно реальное, непоставленное. Мы все через него проходили когда-то. Везде и всегда. Вот в этом образ фотографии. Везде и всегда. Это случалось с каждым из нас. Ну, здесь, конечно, заложено немножко больше в этом снимке. Некая горечь. А горечь, ну, это можно развивать, но у нас еще другая задача. И позвольте в завершение показать вам еще несколько событийных снимков, которые, как мне удалось, на которых, как мне удалось, как думается, мне удалось ухватить пики событий. Это очень важная вещь. Пики событий. Вот здесь, кстати, вы можете, вот если вы посмотрите, вот где снимки пришли, где ваши снимки разместили, вот здесь можно заказать, ну, сначала посмотреть, потом заказать вот в этом месте вот этот видеокурс, 10-часовой, состоящий из 20 серий, жанровые фотографии. Если вы его возьмете, я буду чрезвычайно рад, что у меня появился еще один последователь. Пик события. Разговор с бригадирами. Пик события. Новоселье. Переезд. Пик события. Сварил себе котлетку в кулинарном технике. Помните по Хазанову? Вот это вот в жизни оказалось такое. Пик события. Сибирская танго. Да внешние снимки старые-старые. Я мог бы вам показать новые, но это тема другого разговора. Тоже пик события. Хотя события здесь такое, что люди уснули. Какой-то пик. Пик. Вместе с тем пик. И в конце концов, спасибо вам большое, что вы посмотрели эти снимки. Теперь с божьей помощью я попытаюсь перебраться туда, где находятся ваши фотографии, и мы займемся их рассмотрением. Я прошу меня извинить, я сейчас буду до них добираться, как старик с тросточкой, но я надеюсь, все-таки достигнуть. Так. Для начала мы идем вот сюда. Так, хорошо. Нет. Вот так вот. Так. Значит, мы идем на скайп. Мы смотрим, что нам прислал Саша. Или даже вот так вот мы сделаем. Спасибо. Продолжение следует... Так, друзья, я снова появляюсь. Я прошу прощения. Вот, я еще раз повторяю, что для меня очень тяжело. Сейчас я попробую... Сейчас я попробую все-таки найти, куда же она подевалась-то, а? Так, хорошо. Да что же это такое, а, беда? Так. Оля, ты не могла бы мне помочь, нет? Так, мне хотелось бы сейчас прийти к тем фотографиям, которые мне надо рассмотреть, будь любезна. Всем привет. Так, вот здесь? Нет. Так, посмотри, пожалуйста, и есть, нет? Где они у тебя? Ссылка на фотографию. Ты сам это лучше знаешь. Да, вот она. Ага, спасибо. Посмотри, пожалуйста, Оля, я в эфире или нет. Так, хорошо. А теперь мы снова попробуем найтись. Нет, у меня до сих пор их нет в эфире. Хорошо, ребята, извините, пожалуйста, еще чуть-чуть. Мне надо добраться до этой программы, до нашей, и я пока не знаю, как это сделать. Так. Так. Так, Линя мне подсказывает, все в порядке. Я все порешу подгарбиться, ну, показать экран. Хорошо. Это очень волнительное дело. Так, хорошо. А что же сейчас-то мне делать, Оля? Открыть эту экспозицию и показать экран. Так. Вот я ее открыл. Так. Так. Отключается? Нет. Так. Открыть ссылку. Так. Так. Тебе надо открыть, где фотографии сами. Так вот я и открыл, и это здесь, вот где-то. Так, это... Это твоя онлайн-трансляция. Так, это мы уберем. Так, вот она открыта. Так, а теперь что? В этой программе ее открыть. Так, давай открывай. Это не там. Тогда сам открывай. У меня у тебя переключатель между экраном и... Вот ты видишь, у меня здесь весь экран, да? Поделиться. Так, и теперь что? Тебе надо выбрать программу, а программы здесь нет, к сожалению. Так. Нет, тебе надо быть здесь открыть страницу. Вот здесь, и эту страницу показывать. Каким образом ее показывать? А, вот она, была, тоже. Вот так. Хорошо. Так, сейчас мне подскажут, видно ли или не видно. Так, Ольга. Ребята, подскажите, видно ли или нет? Слышно ли или нет? А, пойду на тебя. Теперь тебе надо подключить мой вид рабочих столов. Так. Ой, я сейчас кончусь. Фотографировать легче. Так, мы не переключили рабочий стол. Вот у нас рабочий стол. И куда его переключать сейчас? Надо переключать весь экран. Да, поделиться. Так, и теперь что? Так, и едино, тут вторую страницу. По идее. Так ли это? Вот давай. Ольга, проверь. Мне очень жаль, в прошлый раз как-то было лучше. А, теперь видно, Саша пишет. Все, теперь видно. Все, ребята, все, все, все. Поехали. Значит, как мы видим, у нас здесь собралось 17 страниц. Эти странички наполнены 50 фотографиями. Таким образом у нас получается 950 фотографий, если я не ошибаюсь. Поэтому я начну с самого начала. Вот. А вы уже, пожалуйста, извините, я буду двигаться все дальше и дальше вперед. Итак, сейчас 17 страница. Так, все получилось у нас. Поехали дальше. 17 страница. Вот мы начинаем рассмотреть работы. Вот в данном случае это Константина Трапезникова. Или Трапезникова. Наверное, Трапезникова. Костя, извините, не помню. Как это правильно сказать? Значит, этот снимок относится к снимкам репортажного характера. Эти снимки репортажного характера, они становятся жанровыми тогда, когда появляется именно вот это вот самое обобщение. В данном случае это просто регистрация факта, документальный снимок. Поехали дальше. Посмотрим вот этот снимок. Здесь я смотрел все эти работы. И сейчас я, наверное, могу точно сказать, что вот эта работа, она относится к жанру фотозарисовок. Этот жанр фотозарисовок, он вообще, говоря, очень милый. Я его сам очень люблю. И из него растут все хорошие фотографии. Если вы ходите с фотоаппаратом, если вы фотографируете, потом всегда появляется возможность, что вы случайно сделали хорошую фотографию. Или же обмыслили фотографию так, что передали ей именно вот это вот образное значение. В данном случае снимок пока не прошел этой фазы. Он является фотозарисовкой. Этот снимок... Виноват. Вот этот снимок Константина Трабезникова тоже является фотозарисовкой. Кроме того, у Константина здесь немножко не заладилось с качеством. Нет резкости. Вот, и снимок чуть-чуть недообработан. Его, видимо, надо приводить в порядок. Следующий снимок – это осеннее утро. Замечательно красивая природа, но это не тот жанр, который мы сегодня рассматриваем. Это, наверное, жанр все-таки ландшафтной фотографии. Вот событие у нас. Это событие сфотографировал тоже Костя Трабезников. Очень интересное событие, но Косте в данном случае не удалось, вернее, репортажно показать один из моментов события, но в этом репортаже Костя не достиг пика события, одного из пиков этого события. Понимаете? То есть здесь нет пика эмоций. Или же он еще не достиг своего апогея. Это хороший бытовой снимок. Значит, я многие снимки буду называть бытовыми. Давайте мы раз и навсегда определимся, что это такое. Это снимки, которые важны для меньшей категории людей, чем, скажем, снимки художественного плана. Но у этих снимков есть одно удивительное качество. Поразительное качество, с которым я столкнулся за полвека моей фотографической деятельности. А именно, эти снимки каждым годом, с каждым мгновением даже, они приобретают совершенно новое значение. И уже через 50 лет, это уже не просто бытовые снимки, потому что всем тем, кто будет через 50 лет жить, им уже в общем-то в большей степени наплевать, кто там, что там, а важно, что происходит на снимке, каков быт, каково время, запахи, признаки этого времени. Поэтому этот снимок сделал у нас Лариса. Лариса, этот снимок и все бытовые снимки необходимо сохранять. Едем дальше. Этот снимок, я бы его назвал снимок природы, при всем при том, что здесь есть присутствие человека и артефактов человека, поскольку здесь главный герой – это солнышко. Но, к сожалению, это сегодня не наша тема. Вот очень любопытный снимок. Очень любопытный снимок, потому что как-то необычно этот мальчик среди шаров снят. Вот здесь, я бы сказал, этот снимок, он очень удачный у Володи Голикова. Он мне понравился. Здесь присутствует момент пика. А пик этот, не само пение, что там девочки поют, а пик именно вот этот вот мальчик. Просит читать название снимка, потому что это важно. Название снимка, хорошо. Сейчас вот сказали. Да, хорошо. Ты меня с ними называйся. Простите меня, пожалуйста. Сейчас буду смотреть. Ты меня с ними, пожалуйста, называется снимок. Я должен признать свою ошибку. Вот это вот замечание о том, что надо читать название, я принимаю с большим сердцем, с открытой душой, потому что и сам убежден, что название снимков могут снимки как убить, так и оживить совершенно. Значит, почему мне нравится этот снимок, я уже сказал. Здесь маленький такой хороший, очень теплый бытовой, извините, теплый всплеск события. Вот эта съемка. Посмотрите на эту мордочку. И как хорошо здесь перекликаются эти шары. И то, что один из шаров оказался мальчишкой. Володя Голиков, поздравляю, это хорошая работа. Тоже любопытная работа, но она относится к жанру фотозарисовки. Очень интересная фотография, но в ней не хватает момента обобщения. Чуть-чуть не хватает. Но вообще снимок интересный. Хочу призвать вас всех, пожалуйста, не стирайте ваших более или менее, хотя бы чуть-чуть интересных снимков. Сохраняйте их годы. Я привез из Советского Союза тогда, тысячи лет назад, в Германию, все свои негативы. И сейчас получается так, что когда я их заново пересматриваю, всякий раз я нахожу совершенно необычные новые фотографии, которые не потому стали хорошими, что они были хорошими, а потому что время придало им совершенно новое звучание. Делайте и вы так же, не пожалеете. Предыдущий снимок называется «Чуть не затоптали черти окаянные». Снял его тоже Володя Голиков. Ну, этот снимок, если в такой интерпретации, чем и занимается обычно название, он, да, действительно может быть юморным снимком. Здесь снимок, связанный одной цепью. Сделал его тоже Володя Голиков. Он молодец, здорово сегодня, прямо нам прислал хорошие снимки, интересные. Название немножко, Володя, мне кажется претенциозным. Никакой цепи здесь нет, и связи здесь никакой нет. Здесь другое угадывается. Это даже действительно снимок более юморного характера. Жанр такой, юмор, фотографии. У нас даже целая полоса, такая целая группа есть юмор, фотографии. Вот этого девушка держит всех, кто за ней. Здесь именно вот этот момент является в снимке определяющим. В том числе и этот снимок является неплохой зарисовкой. И он очень хорошо подходит под жанр юмор фотографии. «Одинокий вечер». Этот снимок, мне, честно говоря, менее глянется по одной простой причине, что это повтор миллиона двух штук таких же снимков, которые мы видели, 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 видели. Очень жесткая конкуренция. Если снимок является повтором, он представляет интерес только для самого автора. А кто хоть немножко фотографию рассматривает, кто ее хоть немножко запоминает, для них такие снимки не являются впечатляющими. Помните? Впечатление. Здесь «невстреча» называется. Сделал некто Сережа, Сергей. Вот этот снимок является формальным. Снимок формы. Здесь Сережа немножко поколдовал с фотошопом или иной другой графической программой. И вот сделал вот такую вот фотографию. Свел вместе два снимка. Что ж, как прием это проходит, но к жанровому снимку это отношение имеет меньшее, чем к фотографии, сделанной руками, что называется. То есть к фотографике. Вот, кстати, еще один момент. Давайте мы с вами будем называть фотографии, разделять, вернее, фотографии на фотографии. И фотографии, которые сделаны в фотошопе, которые уже перестали быть естественно снятыми. И вот это вот то, что природа дала нам в фотоаппарат, это начинает изменяться. Так вот, такие фотографии давайте мы будем называть фотографикой. Это не значит, что они хуже других. Ни в коем случае. Это просто другой жанр фотографии. И мы будем с вами этим, может быть, когда заниматься, но не сегодня. Вот смотрите, здесь тот же Сережа снял снимок, который назвал «Бабочки». Это очень интересное событие. Да, действительно, такое бывает очень-очень редко, но вот ему удалось это заснять. Так вот, этот снимок является снимком из жанра документальных. Этот снимок показывает событие, он его фиксирует, и этот снимок отвечает на вопрос здесь и сейчас. Но вовсе не везде и всегда. Значит, образ в этом снимке отсутствует. У этого снимка другая задача – показать событие и отфиксировать его. Снимок-отдых. Очень милая работа того же Сергея. Она очень, знаете, такая, кто ходил в походы, кто работал даже, он знает вот это состояние. Состояние, когда отрубаешься, покушал, и вот эти вот пара минут, когда ты можешь просто полежать, неважно, что ты делал, ходил ли или рыбачил, еще что-то, вот эта минута, она, конечно, очень интересна. Она случается со всеми. И вот в этом моменте образ. Здесь Сергею удалось проявить образ, который бывает везде и всегда, со всеми. Вот если у африканцев случится та же ситуация, они поработали на курсе, и у них будет то же самое. Таким образом, Сереже вот здесь удалось достигнуть некую образность снимка. Это интересная работа. Это тоже любопытный снимок. Здесь есть событие, но значимость этого события, видно, для самой девочки важна, а для нас значимость этого события, она минимальна. Но сама ситуация очень милая, очень теплая, и этот снимок впечатляет своей теплотой. Кто у нас его сделал? Ежик. Название, конечно, очень многообещающее. Сережа. Значит, Сереже сразу замечание делается одно, на полном Сереже. Сереже с названиями надо работать элегантнее. Это такая же важная часть, как сам снимок. Это настоящая литература. Надо стараться, надо искать название. Могу поделиться своим опытом. У меня есть негативы, которым, наверное, около 50 лет, и которым я до сих пор не могу найти название. У меня вот они есть, но я не нахожу название. И поэтому они лежат, потому что нет названия. Это милый снимок. Он приближается к образности, но чуть-чуть не дотягивает именно за счет того, что снимок имеет маленькое событие такое, не очень значительное. Это любопытная фотография. Она тоже из категории зарисовок. Очень любопытная зарисовка. Это «Апрель в деревне» называется. Опять Сергея. Ну, это открытие «Апрель в деревне». Ясно, что апрель. Понятное дело, расслуживает. Вот, хорошо. Снимок тоже очень милый. Это хорошая зарисовка. Это зарисовка коньячного толка, как я называю. И знаете почему? Потому что этот снимок, как коньяк с годами, будет набирать, набирать, набирать. И когда люди через 50 лет будут его рассматривать, они будут долго гадать. Что это вот там? Вот смотрите, я пальцем показываю. Что это? Что это за куча такая? Им еще надо будет разобраться. А вот это что такое? Мальчик вот тащит на палочке и все такое. И много чего придется решать. И этот снимок, он, конечно же, тогда будет передавать дух времени, дух аксессуаров, которые окружали тогда в это время людей. Этот снимок Петербург называется, снял его Митя Дмитрий Митя. Такое вот у него имя. Снимок слабенький. Митенька, снимок слабенький. Слабенький по многим причинам, но мы его сегодня разбирать не будем, потому что к жанру и фотографии он не имеет отношения. Вот это очень любопытный снимок. Я его дважды посмотрел. Вот здесь происходит событие. И пик этого события показан. Что-то здесь такое происходит, и мы можем здесь увидеть целый рассказ. Вот этим снимок нехорош. Мы здесь видим пик, и мы видим рассказ. Снял его Игорь Николаев, если я не ошибаюсь. Точно. Игорь назвал на снимок «Угадайка». Ну, это немножко раскрывает ситуацию, но не до конца. Мы ее сами можем дорисовать. Вот, пожалуйста, вот пример рассказа. И смотрите, как здорово все элементы снимка работают на центр снимка. Видите, центр Игорь сделал резким. За счет резкости мы делаем смысловые акценты. А периферия снимка, тот дальний план, он оказался немножко размытым. Но вместе с тем все читается, и все взгляды, смотрите, они как бы упираются в эту женщину. Вот таким образом даже взгляды могут направлять нас туда, где происходит основное событие. Направление взгляда в жанровой фотографии, вообще фотографии, чрезвычайно важная вещь. Этот снимок называется «В поисках правды» снимок из жанра юмор фотографии. Сделал его Андрей Лобанов. Этого фотографа я знаю, я и этот снимок знаю. Очень любопытный снимок. Несомненно, для жанра юмор фотографии он стопроцентно подходит. И в этом смысле я хочу сказать, Андрей, я вас поздравляю. Хороший снимок. Смешной. Видите, этот снимок. Этот снимок, к сожалению, не вырвался из фотозарисовки в некое обобщение. Здесь нет особого пика событий или событий, которые мы видим. Оно не так ярко, не то событие по значимости, которое могло бы представить нам интерес. Две дамы, две пожилые дамы. Вот, собственно, и все. Они что-то там видят, что-то происходит. Больше здесь нет. Поэтому на этот случай мы называем это фотозарисовкой. И опять я говорю Андрюше Лобанову, что этот снимок непременно следует сохранить. Через 50 лет он будет иметь совершенно иное значение. Поверьте мне. Очень милый снимок. Котенок. Да неужели котенок? Андрюш, что это, что ли, котенок? Неужели? Нет, котенок? Вот вы видите, когда название не прибавляет ничего к снимку. Значит, надо оставлять снимок без названия, если уж ничего не получается. Либо поискать название, которое бы действительно раскрыло снимок еще больше. Раскрыло ее глубину. Здесь я скажу, что это хороший снимок, конечно. Он действительно, можно его назвать событийным, жанровым. Более того, этот снимок поставляет нам какие-то эмоции. Он впечатляет. Он впечатляет, прежде всего, отношением девочки к котенку. Но впечатляет и вот в этом контакте этого парня с этой девочкой. Посмотрите, он ставит себя немножко выше этого события. Ну что, котенок, что-то котенок. Девчачье дело. Здесь целая история. Единственное, что я, например, хотел бы с Андрюшей посоветоваться, может быть, здесь вот с этого места, вот я сейчас показываю мышкой, вот здесь вот слишком много. Здесь как-то отвлекающие моменты. От них можно было бы, наверное, спокойно избавиться, если бы чуть-чуть вывести снимок в квадрат. Это мое личное мнение. И не обязательно, что это именно так. Но подумать я его призываю. Зачет. Снимок – это типичная зарисовка. Когда любопытная какая-то ситуация показывает нам автор. Автор тот же Андрей Лобанов. Андрюша, спасибо. Называется он «Цветы для любимой». И смотрите-ка, как это название улучшило сразу снимок. «Цветы для любимого». Вот смотрите, если бы мы не имели этого названия, цветы можно было бы отработать как угодно. Цветы можно было бы просто в стакан поставить, ну, везет в стакан поставить, так, в баночку. Или же на могилу. Но здесь Андрюша Лобанов, извиняюсь, так и назвал «Цветы для любимой». Он задал понимание этого снимка, название. Вот до какой степени это важно. И опять-таки, господин Лобанов, зачем вы оставили здесь вот так вот много белого? Кому оно нужно? Сделать квадрат. Вот это белое здесь, вот это белое, оно совершенно не работает. Более того, от темного силуэта мужчины оно отвлекает, потому что глаз так устроен, ему обязательно надо смотреть на светлое. Но вы же хотели показать мужчину, поэтому белое это, светлое, вот эту вот стену надо убрать. Вот здесь я абсолютно уверен. Этот снимок, этот снимок, фотосорисовка, несомненно, сделал его Игорь Николаев. Фотографии мы его видели. Называется «Ожидание встречи». Да, конечно, ожидание и все такое. И Андрей хорошо поработал с задним планом. Он увел его в ненужность. И получился снимок, который действительно красив. Но событие еще не произошло. Это хорошая, очень качественная фотозарисовка. Этот снимок документальный. Совершенно верно. Это просто отражение события, но не абстрагирование от события. Да, идет торговля. Это момент торговли. Документальный снимок, репортажный снимок, как хотите, так его и называйте. Стоп, кто его сделал. «Рыбный день». Название великолепное. Снова Андрюша Лобанов поработал. Название великолепное. Хорошо. «Ну, здравствуй, школа». Два восклицательных снимка. Игорь Николаев. Это его работа. Это бытовой снимок. Бытовой снимок, потому что он, видимо, в настоящий момент представляет интерес только для его родителей. Другой разговор, что этот снимок можно было бы играть по-другому. Вот, ну, здравствуй, школа. Вообще говоря, здесь много яда во всем этом. Вот этот яд можно было бы играть. Но снимок мы не разбираем. Он, к сожалению, не жановый. Вот хороший репортажный снимок. Это действительно отображение одного из элементов события, которое снимается. Но этот снимок, он по теме своей, он, будем говорить так, немножко маленький. То есть тема здесь не очень значительная, хотя очень милая тема. Детей мы всегда снимаем, мы их любим снимать. Их состояние всегда интересно. И здесь этот снимок сделал, опять-таки, Игорь Николаев. Он, ну да, он снял какой-то пик события. Но штука вся в том, что здесь чего-то не хватает. Не хватает, наверное, остроты. Остроты, которые бы настронул. Ведь таких снимков, которые стоят на грани, на грани, извините, на грани бытовых снимков, их много. Открытие не получилось. Снимок хороший, а открытие не получилось. И я должен вам всем сейчас признаться, что и у меня открытие случается чрезвычайно редко. Открытие – это дар Божий. И если он дается человеку, то это всегда такое же событие, как, знаете, как звездочка с неба упала. Нельзя человека обвинять в том, что он чего-то не дотянул. Просто Господь сам распределяет хорошие жанровые снимки. Этот снимок называется «Улыбка». Снял его Роман Полянчик. Вот, Рома Полянчик, как угодно. Значит, наверное, Рома не обидится, если я его так назову. Рома, к сожалению, это снимок не нашей тематики. Это снимок формальный. Что я имею в виду под этим делом? Фотография формы. Вот что такое. Формальный снимок. К нему, к такой жанровой позиции, что ли, могут относиться многие снимки, где речь идет о форме, о игре света и тени, об игре формы, о тех и иных каких-то интересных соотношениях артефактов между собой. Но это не наша тема. Единственное, что скажу, Рома, снимок эффектный, конечно, и название очень хорошее, но не наша тема, Ромочка. Снимок «Японское настроение» в Кривоколенном переулке. Название принимается. Сделал кто-то под именем СБ с точками. Название принимается. Снимок является фотозаметкой. Фотозаметкой. Кстати, СБ по-немецки – это самообслуживание. А название хорошее? Хорошая, ядовитости своей. Хорошо, поехали дальше. Этот снимок «Бегучая по волнам». Это наше самообслуживание СБ. Так сработало. Здесь, конечно, любопытный снимок, но он больше формальный снимок. Здесь форма работает. Работают ноги, работает зонтик, зонтик, который его цвет подчеркнут, задний план, он уведен почти в черно-белое. Вот все это прекрасно, замечательно, но событие здесь формальное. Здесь форма всего этого, она работает. И немножко это напоминает, помните тот знаменитый снимок Андрея Коклея Бритсона, когда мужчина вот-вот вступит в лужу. Что-то вот вроде этого. Хорошо, прекрасно. И это тоже имеет право на существование. Очень любопытный снимок. Называется «Московская любовь». Тоже наш дорогой или наша дорогая СБ сняла. Этот снимок я бы назвал «Жанровый портрет». Он мне очень нравится. Нравится по состоянию этого человека. Вот посмотрите. Он нам, этот человек, своим лицом, своим состоянием сообщает некое чувство. Я даже не беру сейчас его описок, но, скорее всего, это какая-то тревога. Это тревога за любимого, родного человека. Это, может быть, тревога за них обоих. Ну, короче говоря, тревога за их жизнь, потому что это все у человека на лице. Это очень хороший жанровый портрет. Еще один жанр фотографий. Событийный портрет, жанровый портрет. Я хочу поздравить автора. Это хорошая работа. Так, кто это над нами так издевается? Посмотрим. А, все-то же СБ. Это он стихнет. Ладно. Снимок не рассматривается. Снимок кушается. Это последняя капля лета. Очень хорошее, оригинальное, строгное название для этого снимка. Снимок ландшафтный, пейзажный, как хотите. И те люди, кто там присутствует, они вовсе не делают снимок событий, извините, снимок жанровым. Здесь речь идет о природе. И великолепное название. Великолепное название. Этот снимок формальный, как вы видите. Его можно еще назвать анималистическим, поскольку здесь присутствует чайка. Здесь я разбирать его, наверное, не буду. А сделал его Сергей Смолянник. Называется «Одинокий пляж». Но он не одинокий, здесь уже по крайней мере два человека. Вот человек-чайка и человек-человек. Не разбирается снимок, формальный снимок. Ну, вообще красивый, конечно, снимок. Снимок, зарисовка. Его сделал Юра Ефимов. «Зимний вечер» называется. Значит, сразу же, Юра, название, конечно, тавтологическое. «Вечер», понятно, что вечер. Я не слышал, чтобы утро было таким. Можно, конечно, и утром совсем рано снимать, но, наверное, дело не в этом. Это фотография, которую следует сохранить именно вот на это долгое-долгое время. Она с каждым годом будет приобретать все больше и больше, но это не жанровая фотография, потому что здесь нет события. «Песня на Новый год». Очень любопытный снимок, очень интересное, захвачено состояние. Тоже Юрий Ефимов сделал, да? Захвачено состояние этой девочки. Хорошо она поет, все такое. Здесь только один момент, один момент, который меня смущает. Понимаете, когда мы снимаем актеров, певцов, кто танцует, кто что-то рассказывает. Короче говоря, когда мы снимаем сцену, там поймать пиковые моменты очень легко. Эти снимки, они даются нам очень легко, понимаете? И мы эти снимки можем показывать только уж когда действительно случается что-то чрезвычайно экстраординарное. Экстраординарное. В данном случае это обычный, очень хороший пик в момент песни. Девочка такая миленькая. Но это снимок больше репортажного характера. По свету очень красивая фотография. Опять меня сбежала последняя электричка, так называется. Сделала Лана Бобкова. Ланочка, вряд ли название такое подходит сюда. Ну, если вы хотите так это все отдать, по таким соусам, наверное, и можно. Но это вот фотография не жанровая. Это фотография формальная. То есть здесь идет игра, во-первых, света, потом игра форм. Вот эти вот линии, видите, да, они так красиво здесь проработаны. Но это, к сожалению, да что значит, к сожалению, слава Богу, это не жанровая фотография, это хорошая формальная фотография. Утренний пассажир в Австралии. Да, так точно. Лана сняла его в Австралии. Да, судя по шапке, так и есть. Хорошо, значит, австралийцы все еще живы. Будем знать. Это пельмени, называется, сделала Татьяна Синицына. Танечка, у вас интересный, конечно, снимок получился. Он, знаете, находится на верхушке качества бытовых снимков. Интересная, хорошая фотография. Я бы, может быть, посмотрел на вашем месте несколько вариантов. А именно, я бы подрезал вот здесь, вот ненужное, видите, где моя ручка, да? Вот я бы здесь вот так вот вниз-вниз отрезал, отрезал, да? И здесь бы я отрезал вот по мужчину, поэтому вот так по руку, чтобы увести это все в квадрат. Тогда бы это все у нас сконцентрировалось на этом ребенке. Более того, можно было бы попробовать и вообще вот такой вот кадр сделать. Видите, я отчерчиваю, да? Вот такой вот отчерток. Тоже можно попробовать. Надо посмотреть, что будет интереснее, что больше будет работать на тему. Но это бытовая фотография. Мы идем дальше. Этот снимок тоже, он фото-зарисовка или регистрация. Семья пришла в зоопарк. Хорошо. Сделала его, этот снимок, тоже Таня Синицына и назвала три звездочки. Таня, видимо, пытается нам дать понять, что этот снимок, как коньяк, приобретет через год 4, 5 и так далее. Тоже бытовой снимок. Здесь, конечно, надо отдать... Ой, извините, пожалуйста, обратно. Надо отдать должное, что вот, скажем, в Германии вот такого не увидишь, хотя бы уже потому, что у нас здесь снег надо покупать. Это очень интересная бытовая сценка. Она, наверное, была бы интересна для иностранцев. А для российских людей это просто фото-зарисовка бытовая. Вот здесь тоже. Это снимок тоже Таня Синицына. Она, видно, хорошо проснимала на... То ли это Максо не снимается? Нет, наверное. На Новом году, может быть, так. Танечка здесь, к сожалению, допустила одну ошибку. И ее не исправить. Вот посмотрите, Танюша, вот эта вот рука, она перекрыла вот эту женщину. И это нехорошее ощущение оставляет, когда начинаешь просматривать снимок. В этом смысле снимок, конечно, неудачный. Наверное, так можно сказать. Неудачный. Едем дальше. И опять эти звездочки, опять Таня Синицын. Таня сделала целый фоторепортаж, оказывается. Вот она что. Танюша, я сейчас беру все свои слова обратно и говорю вам следующее. Вы сделали интересный фоторепортаж. Хорошо? Очень хорошо. Документальный фоторепортаж. Теперь мы знаем, как это у вас происходит, где вы там живете. Вот. А по отдельности к каждому снимку мои замечания остаются в силе. Этот снимок я отметил для себя. Сделал его Дима Алимкин. Вот. Это мой добрый знакомый, скажем так. Вот. Мы постоянно встречаемся в Фейсбуке с ним. И эта фотография имеет с одной стороны очень хороший юмористический заряд. Посмотрите, как эти люди друг с другом работают. Один с другим. Здесь можно целую историю выдумать. Вот этот человек смотрит на бабушку. Почему он так смотрит бабушке читать и так далее. Любопытная, очень любопытная фотография. Она, несомненно, относится к жанру юмор-фотографии. Несомненно. Но. Вот это вот название идеологии, мне кажется, оно сюда не подходит. Чуть-чуть не подходит. Оно, может быть, каким-то образом раскрывает то, что делает бабушка, но она не раскрывает присутствие этого мужчины здесь. Поэтому снимок надо дорабатывать. Дима, надо дорабатывать обязательно в части названия. Такое название, чтобы все в раз объяснило. А вообще снимок очень интересный. Это портрет. Портрет Нуник или Нуник. Ну хорошо, Нуник, скорее всего, как мне думается. Значит, этот портрет. Мы портреты сегодня, к сожалению, не рассматриваем. Единственное, что я могу сказать нашему дорогому коллеге Нунику или коллежке, к сожалению, портрет требует большего качества. То есть, когда снимать, надо использовать либо другую аппаратуру, либо снимать, может быть, даже и со штатива, если руки не держат. Или изменить вычки. Но это отдельная история, которую мы сегодня не рассматриваем. Итак, мы сегодня посмотрели с вами… А, нет, вот еще несколько снимков. Извините, пожалуйста. Этот снимок является снимком формы. С одной стороны. С другой стороны, этот снимок, конечно, имеет свой смысл, но именно через форму этот смысл раскрывается. Речь идет о Библии, скорее всего. Как он называется? Вера. Ну, Нуник, да, все время все тот же Нуник. Я бы не сказал, что вера, вот этот образ веры здесь решен. К сожалению, наверное, все-таки нет. Вера – это нечто такое, что напрямую с Библией не связано. Вера – это состояние человека, а Библия – это наша главная литература. Вот этот снимок одиночества. Я здесь вынужден признаться вам вот в чем. Я очень осторожно, осторожно и насторожно отношусь к снимкам так называемых бомжей. И вот почему. Дело не в том, что это несчастные люди, все такое. Тут с каждым человеком надо разбираться отдельно. Дело в том, что за счет показа убогости этих людей из меня фотограф пытается, из меня и зрителя, из меня и зрителя фотограф пытается выдавить чувство сожаления, чувство стыда, чувство дискомфорта, вот потому что такие люди существуют. Я хотел бы в каждом отдельном случае разбираться с каждым таким человеком, но не давать образ вот такого бомжа. Я не приемлю этот снимок, не потому что он плохой, сделан хорошо, но потому что вот у меня вот такой таракан в голове. Прошу меня извинить. Так. Вот этот снимок, я тоже отметил, когда просматривал, великолепная работа была бы, если бы не безделиться. Ну, во-первых, и снимки животных могут быть жанровыми, так, сделал, называет «Друзья», это тот же «Нунник», наш «Нунник». Вот. Во-первых, название, конечно, плохое, это даже не дебатируется, но этот снимок мог бы быть действительно до конца интересным, если бы, вот обратите внимание, я показываю курсором вот это место, если бы наш уважаемый автор, «Нунник» позаботился о том, чтобы скрыть вот эти вещи, которые тащат на себя внимание и делают снимок незаконченным, снимок недоработанным. Это говорит о том, что автор, ну, где-то либо не увидел вот этого момента, либо, может быть, «Нунник», извините, поленился его убрать. Пожалуйста, не сердитесь на меня, из песни слов не выбросишь. А вообще снимок, конечно, шикарный, с ним необходимо работать. Хороший снимок. Снимок называется «Брошенные дома». Снимок формальный, хотя «Брошенные дома» название, оно делает из него некий социальный фактор. Хорошо, мы закончили эту, переходим на 16-ю. Как много времени ушло на то, чтобы разобраться с первыми 50 снимками. Я постараюсь сейчас побыстрее. Мне очень жаль, но я еще не все снимки буду обсуждать. Этот снимок формальный, точнее говоря, зарисовочный. Формальный он потому, что здесь вот форма этих ребят, она действительно должна играть роль. Я не обсуждаю этот снимок. Он зарисовочный, и тем более двойной портрет. И едем дальше. Этот снимок, этот снимок, видимо, она у святого источника, или еще где-то, или это омоление такое, или это своего рода накрещение, что-то такое. Может быть. Ну да, это любопытная работа, это хорошая фотозарисовка. Мешает что? Мешает, прежде всего, то, что она цветная. Вот какая чепухень. Здесь цвет не работает. Я не сказал, кто это сделал. Извините, пожалуйста, это он сделал Сережа Макаров. Вот. Если на снимок поработать, Сережа, его можно довести, наверное, может быть, даже и кадрировкой убрать за лишнее чуть-чуть. Так. Вот этот снимок. Я вчера смотрел кино. Называется оно. Так назвала Ирина Данилова. Ирина Данилова. Здравствуйте, Ирочка. Назвала этот снимок. Все хорошо. Прекрасная бытовая зарисовка, которая содержит в себе элементы образности. Если бы не безделица, меня насторожила вот эта вот рука мальчишки в этом положении. Вот я здесь кожей чувствую искусственность, построенность вот этого кадра. А он должен все-таки выглядеть естественно. Этот кадр мы назовем жанровая постановка. Ирина попыталась и ей почти удалось поставить здесь событие и снимать его репортаж. Или событийно. Почти все хорошо, все удалось. Но вот эта рука меня немножко напрягает. Она очень поставленная здесь. А вообще конечно это замечательно. Тема прекрасная. Ирина может ее исследовать и это развивать, поскольку она чувствует эти вещи. Этот снимок не плачет о том, что все исчезло быстротечно. Тоже Ирины Даниловой. Надо сказать, что у Ирины снимки, вот эти парочка снимков, я называю их фотографичными. Она чувствует задний план, она чувствует свет, она чувствует очень многие вещи. Этот снимок насквозь постановочный и мы его обсуждать к сожалению больше не будем. Надо для других ребят время уделить. И о чем эта жизнь так упорно молчит? Такое название тоже Ирина. Я уже говорил, что это человек, который прекрасно чувствует свет и объем. Молодец, молодец, Вера. Но мы сегодня постановочную фотографию не обсуждаем Ирочка. не для тебя прекрасна жизнь, она прекрасна просто так. Ну, это такая заява. Здесь Ира это зарисовка. Это зарисовка, которая, конечно же, кому-то будет интересна. Здесь применены технические приемы, когда фигура размывается, девочка мучающаяся и так далее. В этом снимке хорошая юморная компонента. Это надо видеть. Я не вижу ничего страшного, если девочка мучается с чемоданом. Другое плохо, что мужчина ей не помогает. Так, снимок пропускается, поскольку он не является жанровым, а вообще, конечно, любопытное место здесь бы побывать. Здорово. Стоп, кто его сделал? Его сделал Дмитрий, он не сказал кто, но будет Дмитрий. Хорошо. Этот снимок сделал его снова Ира Данилова. Ну, как и прежде, да, я за солнцем наблюдаю, так он называется, как и прежде, Ирина стремится к особенности своих фотографий, это похвальнейшее качество, и надо сказать, что у Ирины есть все необходимые данные для того, чтобы действительно со временем, может быть, уже завтра, мы этого не знаем, сделать потрясающие фотографии, которые не просто бы впечатляли, а которые бы влюбляли в себя. Но вернемся к этому снимку. Значит, здесь, Ирочка, наверное, следует сделать следующую доработку. Я говорю наверное, и всегда буду говорить наверное, поскольку это все субъективно, это с моей точки зрения. Но, может быть, вы посчитаете это справедливо, другие ребята. Смотрите, вот какая штука. Посмотрим вот сюда, вот на это окошко слева, видите, да, я вот курсором показываю его, так, оно тянет на себя взгляд, потому что такие наши глаза, они вечно кидаются на что-нибудь светлое, его следовало бы обрезать или убрать, если вы не хотите, если, скажем, композицию вы хотите сохранить. Это все можно элементарно сделать. Второй момент, который следует обязательно сделать, наверное, платье этой женщины такое на себя, его следовало бы приглушить, чтобы сконцентрировать все именно вот на этом ребенке. Вот таким образом, здесь это недочеты, и вот эта вот светлая бутыль, это все тянет на себя взгляды, а можно было бы этого избежать. То есть вам необходимо было для себя решить, что для вас важнее, сконцентрироваться на ребенке или на женщине. А вообще ситуация очень милая такая, хорошая. Это такая хорошая зарисовка с претензиями на образность, да, связь трех поколений. Сделал опять Дима, Дмитрий. Значит, Димочка, этот снимок, к сожалению, не говорит о связи трех поколений. Мы три поколения видим, а вот связь между ними мы не угадываем. Этот снимок зарисовочного характера, ну, наверное, даже склоняющийся бытовой, к бытовому жанру. Я не вижу здесь, честно говоря, чего-то очень интересного. Здесь нет ни события, ну, маленькое событие, люди что-то увидели, но увидели ли они где-то за кадром, видимо, события не здесь происходят, а именно за кадром. У меня такое ощущение, что это где-то в южной стране снято, чуть ли не в Израиле. Так, страсть к музыке это очень претенциозное название, очень-очень, хотя мы знаем, что это в лучшем случае человек, который играет в переходе или на улице, потому что музыкант так запросто не выйдет на улицу и не начнет играть на скрипке, если для этого нет повода. Страсть к музыке, ну, наверное, страсть под заработать больше. Вот здесь название повредило снимку. Оно снимок принизило, а это можно было бы обыграть, наверное, по-другому. Как? Не могу сказать. Это остается зарисовкой. Этот снимок, зарисовочный снимок, так же точно. Здесь он не рассказывает никакой истории, он просто фиксирует этого вот молодого человека, для меня молодого человека, который отдыхает и все, и больше в снимке, к сожалению, у меня ничего не видно. Может быть, кто-то увидит что-то другое. Кто его сделал? Давайте глянем. Сделал тот же самый Дима. Я хотел бы поблагодарить ему, что он постарался и прислал так много работы. Этот снимок тоже бытового характера мог бы быть, но этот снимок становится очень интересным. Вот реакции этих людей. Кстати, она, честно говоря, мало нам понятна. Почему? Потому что мы не видим, над чем они смеются. Это недостаток снимка. Снимок должен быть прозрачным. И еще недостаток снимка, он технически слабый. Люди не резкие. Вот. А вообще состояние, в котором они находятся, и которое, естественно, идет через снимок к нам, вообще оно классное. Этот снимок любимой лошади сделал этот снимок Вячеслав Касаткин. Ну, несомненно, Вячеслав фотограф, который не первый день фотографии. Мы видим это по конструкции снимка, по его обработке, как он поработал с небом и так далее. Это милая работа, очень красивая работа, но она не событийного характера. Она, как ни странно, характера ландшафтного, потому что эта женщина, эти лошадоньки, все они являются частью ландшафта, они работают вместе с ландшафтом. Здесь событий нет, здесь есть красота ландшафта. У реки снимок бытового характера. Сделал тоже Вячеслав Касаткин. Значит, здесь, к сожалению, образа не случилось. Есть просто женщина, есть немножко природа, есть задний план, но это все как бы регистрация состояния. Но здесь нет жанрового эквивалента, нет событийного эквивалента. Конечно, кто-то может сказать, вот где женщина стоит, вот эти события. Но события, как мы знаем, бывают разные, бывают впечатляющие события, бывают слабенькие, которые мало интереса. В данном случае снимок интересного какого-то особого не представляет. Этот снимок называется «Любимый вид спорта», автор тот же. Значит, это всего лишь обычный репортажный снимок, который фиксирует прохождение вот этого процесса. вот до обычной таких миллион-две штуки. Это не значит, что снимок плохо, но это значит, что он не стал открытием. А вообще, как упражнение, это прекрасно снимок. Так, мечтатели. Сделал тот же самый Вячеслав. Вячеслав, спасибо, что вы нашли возможность показать все эти фотографии, во-первых, мне, во-вторых, ребятам, которые сейчас сидят у экрана. Фотография с настроением, несомненно, с настроением. Но здесь она, извините, я применю это слово, она простовата. Она простовата по свету, она простовата по цвету, она простовата по композиции. То есть, вот таким образом, это полная симметрия слева, полная справа. Вот, это все немножко, как-то сказать, делает снимок, действительно, вынужден снова сказать, простоватый. Может быть, здесь следовало поработать, сломать вот эту симметрию, может быть, следовало бы перейти на черно-белый вариант. Надо искать, а вообще, может быть. Далее. Очень красивая девушка, ее сделал, ее сфотографировал Стас Вулканов. Увы, не наша тема, увы. Здесь снимок Светланы, он называется «Никак». Значит, самая банальная ситуация, то есть, это даже не репортаж, это снимок, регистрация. Вот, когда батюшка выходит там, откуда-то иззади, вот, и здесь женщина, ничего не происходит, оно могло произойти до этого, или произойдет после этого, то есть, здесь Светлане не удалось выискать пика события, события-то нет, вот он особого идет батюшка, это не события. Пик, ищем пик. Хорошая бытовая фотография, хочу Владимира Глазырина поздравить, это хороший бытовой снимок, Володя, вот, но я бы сверху немножко подрезал, да и снизу тоже подрезал. Если бы, снимок с очень многозначительным названием, и вот здесь Алексей Видов приводит даже стихотворение, уходит день, приходит ночь, и повернуть нельзя их вспять, когда бы мне, как юным, мочь, когда бы им, как старым, знать. Очень хорошо, конечно, но, к сожалению, здесь мы видим не больше, чем беседу пожилого человека с полицейским. Здесь есть регистрация, а событие здесь маленькое, такое, ничтожненькое, какое случается 10 лет подряд в любом месте, вот уже сколько полиции, но не 10, там сколько оно существует, нет, к сожалению, ни стихотворения, ни названия, снимок не спасло, здесь события нет, есть маленькое событие, есть фото-зарисовка, которую Алексей пытается спасти за счет названия, можно, наверное, но, наверное, если искать другое название, так, это заметка, и пусть весь мир подождет, прекрасное название, вот здесь Алексей справился с ним прекрасно, картинка на ереванском вернисаже, я не знаю, что это значит, но, ладно, посмотрите на эту фотографию, ее сделал опять Алексей Видов, как неровно у Алеши это все случается, когда-то он делает слабенькие фотографии, как с тем милиционером, полицейским, а вот это вот очень сильная фотография, очень сильная жанровая фотография, которая имеет образ внутри себя, и которая поставляет нам, излучает нам чувства, она впечатляет тем, как несчастна эта женщина, причем это несчастье не в том, что она ничего продать не может, несчастье в другом, несчастье в бессмысленности, в унылости этой жизни, ну и так далее, я даже не буду расписывать, это все в снимке лежит, вот даже этот маленький стакан пластиковый, который сюда упал, он добавляет настроение к этому снимку, посмотрите, какое у нее лицо, потрясающий снимок, я не знаю, до какой степени Алексей Видов понимает сам, что он нарисовал, что он сделал, что он снял, вот, может быть, не до конца, вот я хочу акцентировать его внимание на том, что это очень хорошая фотография, можно попробовать ее сделать в ЧБ, в черно-белом варианте, вот он пишет, не сезон, и здесь еще вдоль дороги к туристическим достопримечательностям, местные жители торгуют снегом, вот это вот надо убрать, это разбивает образ снимка, приводит его везде и всегда к конкретике, здесь и сейчас, этого делать нельзя, надо убрать это название, не сезон, да, вполне можно согласиться, но вот эта нижняя подпись, она уничтожает снимок, ой, ребята, будьте осторожны с названиями, это обоюдоострая штука, снимок, снег идет, здесь, да, событие, снег идет, и это лицо, действительно, но это больше событийный портрет, что ли, мы этот портрет рассматривать не будем, Алексей, и здесь дает стихотворение, которое я зачитывать не буду, поскольку это на настоящий момент не тема, пока наше, это жанровый портрет, и карня, тоже Алексей Видов, он здорово постарался, прислал нам много фотографий, значит, этот снимок репортажный, здесь хорошо снимок сделан в смысле того, что он разведен по планам, смотрите, здесь передний, средний, задний план, но здесь всего лишь фиксация события, как в прошлом снимке, образности здесь не достигнута, ну и слава богу, что же обязательно в каждом снимке, как фото зарисовка, фоторепортажная зарисовка, он просто прекрасный, хорошо, здесь снимок, Анастасия, Кознякова, скорее всего, подруги она называет, это, да, хорошо, этот снимок, скорее всего, бытовой, здесь не случилось того, о чем, наверное, Анастасия хотела бы сказать, я могу доказываться, о чем она хотела бы говорить, о верности, о дружбе, о помощи, в такой, но этого, кстати-ка, не случилось, к сожалению, снимок остался регистрационным, фотозарисовкой, ой, вот это замечательная фотография, она мне очень понравилась, из цикла в автобусе, цикл есть, Галина Щербакова, ну что же, любопытно было посмотреть и другие фотографии, Галя, если можно, покажите их, дайте, дайте ссылочку мне на моем, на фейсбуке, да, смотрите, сколько здесь целые два пласта жизни, целых две вселенных, я не могу расписывать этот снимок, к сожалению, он мне нравится, очень, но здесь есть один момент, здесь Галина, наверное, немножко, как бы это сказать, проспала один момент, слишком много вот этого нерезкого в экране, это надо было убирать, 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 оно тянет на себя, это такой ком, такое тесто, которое разбивает этот снимок, насколько хороши эти ребята здесь, такое состояние прекрасное, и эта девочка, как ни странно, поддерживающая их состояние, и настолько вот неуместно здесь, ну, это просто, это надо всего лишь обрезать. Ну, в любом случае, поздравляю, это хорошая фотография. Дальше. Студенческая, ну, ладно, пусть так. Галочка, здесь этот снимок, я бы сказал, его надо сохранить, и как можно дольше этот снимок не показывать, а потом, лет через здесь, снова на него посмотреть. Сейчас этот снимок является фото-зарисовкой, или же репортажным, или же, если ребята получают эти фотографии, он будет еще и бытовым, вот, но образа здесь не случилось. И впечатление он тоже производит, на меня, во всяком случае, небольшое. Очень любопытная фотография. Значит, семейные истории, у Гали столько циклов, ого, смотрите, здесь она, как она сделала этот снимок. Я очень надеюсь, что она сделала это осознанно. Посмотрите, снимок состоит из трех планов. Они расположены, один по отношению к другому, неравномерно, но и она сделала здесь акцент на мальчишке. Вот, и смотрите, здесь угадываются отношения в семье. Здесь по этому снимку можно прочитать целую историю. В этом смысле, снимок, конечно, состоялся, и образ, ну, есть он здесь или нет, мне сейчас, наверное, толком и не сказать, потому что это, но во всяком случае, рассказ здесь есть. Это один из признаков хорошего снимка. Вообще, надо сказать, что Галина Щербакова очень талантливый фотограф, которому, конечно, необходима сейчас очень такая хорошая шлифовка. Галле необходимо подобрать будет какого-то человека, кому она доверяет, и с ним консультироваться, так или не так. Ну, это, галочка, вот это вот, бытовой снимок. Здесь не вышло образности. Это хороший бытовой снимок, да. Но, есть одно но, одно маленькое но. Я вернусь снова к этому снимку. Маленькое но заключается вот в чем. Я рассматриваю каждый снимок в отдельности, а ведь Галя пишет, что это цикл. Значит, эти снимки необходимо рассматривать, вообще-то говоря, вместе. Таким образом, мы, видя все эти снимки вместе, можем прийти к совершенно другому ощущению, вернее, получить другое ощущение. Но это другой жанр фотографии. Это называется фотопублицистика. А мы рассматриваем жанровые снимки, то есть событийные снимки. Вот еще один снимок из той же серии, как я полагаю, да, семейные истории. Любопытный снимок. Я еще раз повторюсь, вкупе с другими снимками он, конечно, может работать. Этот снимок фотограф, да. Зарисовка. И его сделал Михаил Медведев. Дальше поехали. Не спорьте с дирижером. Нина. Жаль, фамилии не написала. Ну что ж, этот снимок вполне можно трактовать таким образом. Это событийный снимок, несомненно, жанровый снимок, как мы и называем. И здесь есть небольшой рассказец. Не рассказ, а рассказец. Да, дирижер и все такое. Его можно прочитать. Не могу сказать, что это уж очень меня впечатляет, но, несомненно, три признаки неплохого снимка, они здесь налицо. Вот этот же самый дирижер. Этот снимок называется «Этюд дирижера с опоздавшими музыкантами». Ну, название сомнительное, но дело даже не в этом. Здесь бы сверху отрезать, конечно, чуть-чуть, много, слишком много, сбоку отрезать. И таким образом мы вытаскиваем снимок к нам как бы поближе, мы зуммируем его, этот снимок. И я бы еще даже вот от этих тарелок отказался. Они здесь не работают, потому что тему полностью, тему музыки, вот этот барабан или литабра, это, скорее всего, решает полностью. И эта штука белым пятном тащит на себя. Можно спорить на этот счет. Я говорю только свое собственное мнение. Вот, хорошо. Самое интересное здесь, это, конечно, взаимодействие вот этих персон. Нина интерпретировала это как этюд дирижера с опоздавшими музыкантами. Но он-то их не видит. Здесь связь маленькая. Здесь, наверное, интерпретация на ней надо еще думать. Так, спокойное плавание. Снимок, да, минус 20. Хорошо. Снимок Нина же сделала. Снимок репортажный. То есть, снимок отражает события. Все. Анализа событий этот снимок не дает. А анализ может быть какой? Чувственный. Эту фотографию сделала Аженина, реставратор деревянного зодчества Тюмени. Хорошо. Прекрасно. Вот это вот и есть тот самый репортажный снимок. Или еще лучше сказать документальный. Поскольку здесь документируется вот этот человек и то, чем он занимается. Здесь нет художественного открытия. Но снимок имеет право на существование. Разумеется, не все нам художниками быть. Нам когда-то надо делать самые обычные, нужные, хорошие фоторепортажи. Это фотография постановочная. Шербургские зондики сделала опять-таки Нина. Значит, постановочные фотографии я сегодня рассматривать, ребята, не буду. Много времени. Это не она, скажем так, жанр постановочной фотографии. Так, вот фотография. Мы еще встретимся сегодня с Наташей, Натальей. Она себя называет Наталья Лисица. С Наташей Лисицей и с ее снимком мы еще с этим встретимся. Здесь происходит событие, но оно не очень впечатляет. Это обычный, хороший бытовой снимок. Праздник. А мы-то думали. Пустыня. Снимок Наташи Лисицы не рассматривается. Снимок этот является как раз таким, который я называю не фотография, а фотографика. Так, это Натали. Значит, мало того, что снимок бытовой, он технически слабоват. Наташа его не доработала. Надо работать было с фоном, надо было работать с передним планом, надо было работать с деревьем. Вот здесь много, очень много, чтобы сделать, очень много надо, что делать. Так, сюжет, снимок Наташи, той же нашей Лисицы, но снимок этот относится к жанру формы. Причем при том, при всем при том, что это даже и человек, все такое, но это форма, это игра формы. Снимок бытовой, свадьба. Натали, снимок не рассматривается. Снимок слабенький, но если его продать за 100 долларов, снимок очень сильный. Так, это у нас продолжение того же рыбного дня, вобла. Так, это Евгений Голубев. Женя, я вам делаю очень серьезное замечание, серьезнейшее замечание, пожалуйста, напрягитесь. Женя, не травите меня больше воблой, ладно? В Германии пиво есть, воблы там нету. Поберегите меня, ладно? Ой, какой вкусный снимок. Но, это снимок, фото зарисовка. Женя, спасибо. Посмотреть, посмотрел. Ладно. Спортивный снимок называется «Решающий удар». Пик события, да, совершенно верно. Но здесь нет никакой образности. Понимаете, это очень хороший снимок для репортажа о спортивном событии. А образности здесь пока не получено. Снимок соло. Это снимок сделал Георгий Бондаренко, уважаемый наш фотограф. Очень интересный человек, но, к сожалению, это снимок портретный. Я его пока обсуждать не буду. Снимок на фестивале «Добрый рок» сфотографировала Анна Семенова. Значит, очень хорошо с точки зрения репортажа события. Больше, к сожалению, я здесь пока не вижу. Аня выбрала не ту, извините, не ту фазу события и не то событие само по себе. Видите, как важно обязательно выбрать событие, чтобы оно было интересно всем. Ну, мне, например, вам остальным. А здесь просто рассказ, что ли, или фото-зарисовка о том, что было. Поехали дальше. Он просто кормит голубей. Неплохое название, конечно, Анна Семенова, наша дорогая. Вот. Это фото-зарисовка. Причем фото-зарисовка вполне любопытная. Ее, конечно, надо сохранить. Но здесь, Анечка, позвольте дать мне вам небольшой совет. Сверху, вот здесь, вот посмотрите, вот в этом месте белое, накладывается на белое, наверное, снимку надо дать тоненькую, черную рамку. Тогда вы ограничите его поле. А вот смотрите, очень интересно, здесь перекликаются снимки, вот здесь победа 70 лет и голуби, да, и здесь. Это и есть переклик. 9 мая. Намек, что этот человек ветеран? Нет, уже поздновато нам снимать ветеранов. Нет их, таких вот, которые передвигаются. А кроме всего прочего, помните, я вам говорил насчет того, как я отношусь к съемке бомжей? Это остается. Дальше смотрим снимок. Кажется, мне с отцом еще повезло, тихо сказал всем мальчик. в таком названии, которое дал Михаил Полей или Полей, Миша, извините, этому снимку, несомненно, это прекрасная работа для группы юмор фотографии. Миша, добро пожаловать, мы вас ждем. Снимок не рассматривается, снимок ландшафтный. И этот снимок не рассматривается, ландшафтный, хотя очень милый снимок, конечно. Ага, эта фотография, значит, сделала ее Наталья, Наталья Сарана или Сарана, Наташенька, извините, у нас с языком и ударениями не важно. Хороший снимок, хороший бытовой снимок. Я бы сказал, что он бы здорово лег в какой-то репортаж об этой школе. Это ведь сельская школа, если не ошибаюсь, у школы. По-моему, да, ученики сельской школы на переменке. Хороший снимок, здесь просматривается отношение между ребятами, просматривается этот характер. Я считаю его довольно удачным. И это, ну, фотозарисовка со знаком качества. Так, ну, Санкадем, молодцы. Вот уже 150 фотографий сейчас рассмотрим. Так, едем дальше. Так, любопытная, хорошая зарисовка. Мы прекрасно знаем, чем сейчас мальчик, это мальчик, надо думать. Девочкам такое не способно. Не всякое. Займется. Хорошо? Рассказ здесь есть. И вот сделал Александр Пантюршин. Называется неправильный месяц, как я сказал. Да? Это любопытная очень зарисовка, которая через, скажем, те же 50 лет будет чрезвычайно интересной. Сохранить. Этот снимок «Мечты сбываются». Я тоже смотрел, думал, Александр Пантюшин сделал этот снимок. Значит, здесь такая штука. Здесь речь идет о мечтах мальчика, как я понимаю, мечты сбываются. Ну, во-первых, мечты у него никакие не сбылись, или же сбылись посидеть в самолете. Тут скорее мечты рождаются, если уж на то пошло. Вот. Здесь меня смутила, какая ситуация. Вот этот вот мужчина, он здесь как бы ни к силу, ни к городу. Он не связан с этим мальчиком. Я бы предложил посмотреть Александру такой вариант, когда бы этого человека вообще убрать. Он легко здесь убирается, наверное, в фотошопе здесь тоже. Вот. И оставить это все с этим мальчишкой. У него так хорошо здесь нос выглядывает у мальчонки. И этот снимок тогда мог бы приобрести действительно какое-то ассоциативное звучание с юностью и так далее, и так далее. Образность. А вот этот человек, вот этот человек здесь, да, он, наверное, имеет какое-то отношение как бы он рушит образность. Возможно. В общем, надо поработать над снимком. Любопытное дело. Это портрет Алекса. Пропускаем, к сожалению. Очень хотел бы поговорить, но пропускаем. Это любопытная сценка уличная. Это стрит, как мы называем. Хотя я должен признаться, что я не люблю название стрит, потому что если мы снимаем в квартире, то тогда надо называть это вонунг или еще как-нибудь там по-русски, по-немецки. Не надо делить фотографии на место, где мы снимаем. Вот. Это уличная сценка. Здесь она любопытна, но она сделана Микто, Михаил Носков, Мишей Носковым не очень удачной. И вот почему. У него здесь нет концентрации по композиции на этих двух персонах. Вот эта женщина в черных очках здесь сбоку, она справа, она разбивает ситуацию, она отвлекает на себя, она ничего не привносит в этот кадр, она здесь лишняя. Кадр надо было делать без нее. Вот представьте себе, так в ладошки ее прикройте и сразу же кадр улучшается. Да, тогда получается любопытная ситуация, причем она даже грозится стать образной, потому что вот этих стариков и их отношения это действительно бывает везде и всегда, не только в этом городе и в этом времени. Везде и всегда. Миша, поработайте над этим снимком, он стоит того. Название неплохое, так едем дальше. На свадьбе. Прекрасное название, которое великолепно объясняет этот взгляд. Великолепно. Но, к сожалению, сегодня это не наша тема. Единственное, что я бы автору, автор этот Алекс Кудряшов, значит, я бы посоветовал вот эти вот пальчики вот здесь, вот эти вот пальчики на руке, все-таки убрать и скадрировать снимок таким образом, чтобы не был дисбалансов у симметрии. Сейчас он сваливается налево, но если подрезать здесь немножко справа, то тогда снимок будет равновесен. Дальше поехали. это «Однажды ночи». Это «Однажды ночи». Но здесь идет театральная постановка. Ребята, театральная постановка совершенно отдельный жанр съемка. И мы не будем уделять ему времени, потому что здесь нет естественного события, есть событие поставленное. Это своего рода поставочная фотография или постановочная, как хотите. Это сегодня не наша цель. Пропускаем. Подождите, кто его сделал? Сделал его. Да, снова Михаил Носков. Миша, это сегодня, к сожалению, не наша тема. Уличный портрет, жанр, так он и знает. Хорошо. Значит, Алекс, снова это был Алекс Кудряшов, скорее всего. Да, он снял коллегу нашего, очень милого человека, но это не наша тема. Ничего не происходит, это всего лишь портрет. Это хороший бытовой портрет. Значит, Дарья Логинова поясняет нам тупым, что это, оказывается, мальчик на качелях, довольный. Дарья, спасибо, мы теперь знаем. Так, а называется это радость. Ну, в этом смысле, конечно, у этого снимка, несомненно, есть колоссальное преимущество. Он делится этой эмоцией мальчишки. Но, к сожалению, он чуть-чуть не дотягивает до образности, потому что это бытовой снимок, это другой жанр. А вообще, состояние у мальчишки, конечно, замечательное. Ох, всегда готов. Должен признаться, что я был в свое время пионером. Хоть уходите, так и относитесь ко мне, но я был пионером, да, я так же поднимал руку. Этот снимок Михаила Носкова. Ой, я-то думал, он молодой человек, но если он был в пионерах, то он, да, уже в возрасте. Тогда мне, ой, извините, тогда мне надо бы его назвать по-другому, по отчеству. Снимок интересен в сегодняшний момент. Но, во-первых, здесь сверху слишком много, слишком много. Это ломает композит снимка. А вот интересен он здесь вот этим вот глазом, чуть-чуть выглядывающим из-под руки и этой рукой. Вообще, этим мальчишкой не все однозначно. Этот снимок содержит какую-то историю, но эта история хорошо скрыта и чрезвычайно интересно эту историю раскрыть. Я еще и подумаю на этот счет. Амиша, а вам спасибо. Это фотография, бытовая фотография, всего лишь зарисовка по ходу движения. Вот, его сделал опять-таки Михаил Носков. Нет, Мишенька, это не раскрытие, хотя вы пишете два мира, это тоже, наверное, неправомерно, потому что может случиться так, что эти люди после того, как переоденутся, помоются, пойдут в этот магазин и купят то, что там находится и будут этого мира. Вы скажете, это невозможно, а почему, собственно, невозможно? Сто процентов вы мне гарантировать не можете, но тем не менее, два мира, это немножко претенциозно. Здесь другая интерпетация должна бы быть. Ни о чем не жалею, а о чем надо жалеть, открытие выставки ни о чем не жалея, Игоря Пшеницына. Хорошо, Игорь Пшеницын в Нижнем Новгороде, наверное, известный фотограф, я, к сожалению, его не знаю, а жаль, но здесь этот снимок является репортажным. Он говорит о том, что здесь и сейчас, тогда как наш интерес, вообще-то говоря, мы всегда проходим. А кто его сделал? На который ты глянь? Я опять это... Тоже Михаил Носков. Нет, этот снимок не наш. Уличный портрет сделал Алекс Кудряшов. Да, конечно, портрет. Он, этот портрет, любопытный, конечно, но технически слабый. Об этом можно бы говорить, но это не тема наша. Ребята, мне так больно бросать эти все вещи, но, к сожалению, не наши темы. «Отдых балерины». Сделал этот снимок Алекс Кудряшов обратно. Шел на концерт, посвященный Дню защиты Диана и увидел эту ситуацию. Это очень хорошая подсмотрелка. Прекрасная подсмотрелка, но здесь много лишнего. Этот снимок надо было привести в порядок. Вот здесь это вот ядовито-зеленый и вот это ядовито-зеленое. С ним что-то надо было сделать. Либо вот так вот обрезать понизу, черт с ним, упустить, ничего страшного. И поверху чуть-чуть подрезать. Тогда бы снимок остался в балансе. А вот с этим зеленым надо что-то делать было, потому что оно настолько, этот снимок рушит вот это ядовито-зеленое. Или же попробовать перейти на черно-белое. Что здесь происходит? Девушка решила отдохнуть, балерина. Это очень милая, трогательная сцена. Я хотел бы сказать, что это очень-очень качественная фото-зарисовка. Матушка убаюкивает сына. Так, хорошо, ладно, это, конечно, событие, но оно, как я вижу, пока еще не произошло. Он еще не убаюкивался. Снял Александр Рогов. Хорошо, Саша, но это не наша тема, это постановочная фотография и к тому же бытовая фотография. К сожалению, не наша. Точно то же самое я мог бы сказать и об этом снимке. То же самое это бытовая фотография, постановочная, фотография, которая очень важна этим самым людям. Но мы ищем пока другой и говорим о другом. Маленькая девочка на велосипеде. Маленькая девочка на велосипеде. Александр Рогов. Мы будем знать, что она маленькая и что это велосипед. Название очень плохое, Саша. Этот снимок, наверное, если где-то и показывать, надо снабдить названием посерьезнее, получше, чтобы что-то, что-то здесь было необычное, хотя бы не снимьте так название. А вообще снимок фотографичен. Смотрите, какой хороший задний план. Но это до сих пор фото-зарисовка. До сих пор. У нас мало здесь снимков будет, которые нам будут, которые дадут возможность их назвать действительно хорошими жанровыми снимками. Этот снимок не наш. Это макросъемка. Стоп, кто его сделал? Надо спасибо сказать. Да, Наташа Исупова сделала. Наташенька, спасибо, красивые цветы, но тема не наша. Так, здесь такая бытовая сценка, свадьба. Ну, это еще не свадьба, это около того. Снова сделал Александр Рогов этот снимок. штука, что все это, оно рассказывает о каких-то моментах жизни, но здесь нет открытий. Я хочу Саше Рогову предложить, ой, извините, следующее. Саша, следите за моей стрелкой, за пальчиком. Я вам предлагаю попробовать следующее. Попробуйте вот таким вот образом, следите, вот обрезать вот этот снимок, выделить вот эту часть. Снимок за счет этого станет значительно ярче, потому что у невесты здесь очень хороший взгляд. Попробуйте, ладно? Так, едем дальше. Вот, этот снимок тоже является репортажным, потому что идет событие, люди танцуют, вот, и оно, это событие развивается, но здесь очень-очень плохо срабатывает то, что здесь вот с этого конца обрезано все. Я бы хотел увидеть, что там дальше. Когда люди обрезаются, это всегда плохо, это всегда делает снимок каким-то больным, я говорю. Поэтому здесь этот снимок только за счет этого он не свершился. Этот снимок совершенно отдельный, я снял его Алекс Кудряшов, я по нему говорить сейчас не буду, потому что это портрет. Очень интересная тема, мы, наверное, могли бы поговорить на эту тему, но в рамках портрета и жанрового портрета. Равно как и об этом снимке. Этот снимок сделала Екатерина. Вот, это тоже портрет, своеобразный портрет, но он вне нашей тематики сегодня. Она повторила его два раза, все ясно, пойдем дальше. Этот снимок «Восточные тайны» сделала Лариса Курдюкова. Ларочка, простите меня, но это немножко наивно, так как это сделано. Понимаете, это скорее реклама чего-нибудь, да и то не самое продуманное. Мне думается, этот снимок он попытка. Этот снимок попытка найти свое лицо фотографии и вот за этого следует похвалить. Вы, конечно, отчаянный человек и столько сил потратили на эту работу, но она не является жанровой, это постановочная работа, мы ее не разбираем. бытовой снимок малышей особой игрушки сделала Лариса Курюкова наша, мы уже видели ее снимки. Что ж, это хорошая бытовая зарисовка для родителей и фотозарисовка если ее, скажем, где-то показать. События, то, о чем мы говорим, сделала события Павел Кандауров, вот, он молодец, умудрился снять при таком ужасном освещении, но все-таки снял, он как-то у него получилось. Да, это фоторепортаж с события, но не жанровая фотография, не событийная фотография, которая всегда стремится к тому, чтобы найти образность, найти общее в частном. Атаман. Характерный портрет Лариса Куликова сделала. Я не буду разбирать по известным нам причинам этот портрет, только задам сам себе вопрос. А где же он эти медали заработал? Человек моложе меня, ему от сил лет 50, 55 может быть. Где же он успел эти медали заработать? ну ладно. Какой хороший мальчишка. Знаете, есть целая серия анекдотов про Вовочку. Вот это Вовочка, точнее говоря, Вовик, который годы через 4 станет Вовочкой. Вот он, вот откуда Корнирс. в этом смысле, конечно, это для юмора фотографии классная фотография. А сделала фотографию Дарья Логинова. Дашенька, здесь я хотел бы сделать вам маленький совет на обдумывание. Даша, обдумайте, пожалуйста, надо ли вам действительно вот это все. Вот здесь вот девочка сидит, она еле-еле читается, она совершенно не работает на этот портрет, так надо ли ее оставлять. Подумайте, если что, уберите и посмотрите, как вам понравится лучше. Так, снимок. Это Спарта, Че-2. Я должен признаться, что я не знаю, что такое Спарта, надо понимать, что это игра такая спортивная. Но какие чувства поставляет нам этот снимок, какие он вызывает в нас. Знаете, есть такой эффект отождествления, когда мы видим такие снимки, когда мы видим снимки боли, радости, горя. Мы хотим того или нет, это закон психологии, мы отождествляем себя с этими людьми. И вот здесь мы видим, какое напряжение владеет этими людьми. Здорово, здорово, но в этой бочке меда есть три ложки дегтя. Значит, пик события мы схватили, но мне здесь вот эти люди, вот этот человек, по крайней мере, не просто мешает, а кошмарно мешает, потому что идет страшный дисбаланс, его состояние такого нейтрального, какого-то чуть-чуть сосредоточенного с этими ребятами, он что, не здесь, он сбивает этот настрой, его убрать, равно как убрать эти штаны. Чем они заслужили такую честь появиться на наших кадрах. Мне думается, следует попытаться Ларисе попробовать отрезать снимок вот по эту синюю линию, может быть, таким образом его можно будет хоть чуть-чуть спасти, и кроме прочего всего, снимок по своей композиции уравновесится больше, чем он сейчас, он сейчас нестабильный такой, надо попробовать, имеет смысл. этот снимок называется «На работе», сделала его Инна Висенте Ривас, может быть, Виченте, я не могу точно прочитать, зависит от того, какой это язык. Инна с этим названием «На работе» сделала снимок двусмысленным. Его работу мы понимаем, все ясно. Вот назовем это фото-зарисовкой, просто человек сфотографировал людей, идущих, да, фотограф, все такое, да. Мы знаем, здесь есть небольшой рассказ, но технический снимок очень слабый, он нерезкий. А здесь в наше время нерезкие снимки убиваются без остатка, если только они не являются какими-то уникальными. Это наши детишки тяжело, но деваться некуда, нечего плодить уродцев. Очень интересная фотография Спарта, это, видимо, продолжение того репортажа, Лариса Курякова показывает. Хорошее состояние, ребят. Но я полагаю, что этот снимок и предыдущий, где вот подрезать надо было, следует свести вместе и получится прекрасный фоторепортаж о спарти, будь то спортивное общество или даже игра, может быть, игровая какая-то штука. Вот, ролевая игра, я имею в виду, не знаю. Но вот это место. И опять-таки, Ларисонька, посмотрите, вы оставляете здесь вещи, которые нам, ну, нам, зрителям, ну, вообще не нужны. Смотрите, вот здесь вот подрезаются на этом месте и, спасибо, боленько, подрезается и убирается эта рука. Она здесь никому не нужна. Более того, это, ну, неопрятная, что ли, работа. Пожалуйста, просмотрите, дело, просто уберите. Так, это, ой, какая прелесть. Ну, не могу я говорить об этом, это не наша тема. Технически слабовато, правда, но все равно красавица. Стоп, а кто ее сделал-то? Наташа Исупова, наша Наташа. Так, этот снимок. Без названия. Сделал его Боб. Значит, этот снимок бытовой, бытовой, даже несмотря на то, что этот мужчина в каком-то состоянии что-то разговаривает, к сожалению, здесь ничего не происходит. Здесь даже ситуация не вызывает никаких эмоций, потому что, ну, да, действительно, бабушка в коляске, я вас заверяю, тоже когда-нибудь в коляске, и вы все до одного будете в коляске. Ну и что? Не случилось. Это регистрация событий или же фотозарисовка. Потом вот эти вот останки коляски детской, видимо, они тоже мешают. Не сложилась фотография. Мне очень жаль. Боб, но, пожалуйста, не бросайте фотографии. Этот снимок называется Яблочный спас. Это, скорее всего, ну, да, Киево-Печерская лавра. Там я побывал в прошлом году, извините. и вот эту лестницу, не лестницу, вернее, эту стену, я тоже снимал. Это так красиво, особенно на противосвете, на контровом свете. Но здесь этот снимок ни о чем. Просто ворота, просто люди идут, Яблочный спас, да, ну, хорошо, ну, ладно, пусть Яблочный спас. Но все равно ничего не произошло. К сожалению, Инна Висента Ривас, к сожалению, здесь не решила каких-то задач, а может быть, она просто их не ставила. Это еще отдельная тема, постановка задачи фоторепортажа. Опять я вынужден вас вернуть к своему фотокурсу жанровой фотографии. Там буквально каждая мелочь раздолбана, чтобы всем было все понятно. там даже просматриваются такие вопросы, как оборудование и оснащение фотографа для жанровой фотографии, для репортажной фотографии и даже, даже, как и во что он должен одеваться. Это немаловажные вещи. Так, едем дальше. Ой, тут я признаюсь еще в одной слабости в своей. Как только я вижу собак, для меня любой снимок, какой бы он плохой ни был, он хороший. Но это анималистический снимок. Философ дали прозвище за такую позу. А снял этот снимок до Наташи Иисупова. Наташа, спасибо, вы меня порадовали. Хотя это вовсе даже не жанровая фотография, а это фото-зарисовка. А может быть даже и портрет. Ой, вот это замечательная фотография. Школьная подруга дочки. И сделала ее Инна Висенте Ривас. Виченте Ривас. Яночка, поздравляю, снимок хороший. Вы посмотрите сколько здесь эмоций. Как они все выплеснуты в этом снимке. Ну просто прелесть. Отдыхаешь. И эти эмоции приходят в тебя. Это хорошие, это добрые эмоции. Они оживляют тебя. Они даже вот секунду делают светлее. Но! Есть одно но. Воспоминание полдела. Вот эта рука здесь неуместна. Не надо поддерживать эту бабушку. Состояние этой девочки и так говорит, что она совершенно настроена. Так вот предложение мое таково. Хоть как-то, чтобы спасти снимок, попробуйте вот здесь, вот с этого места, посмотрите, где я мышки дергаю, да? Вот с этого места попробуйте вот так вот его обрезать. Обрезать, обрезать, обрезать. Вот такое дело. И здесь сверху обрезать по уху вот этого джентльмена. И тогда снимок сразу же станет лучше. И еще один совет, попробуйте это сделать черно-белым, чтобы вот эта ее зеленая кофточка спортивная не так не тащила, так не ругалась на этом снимке. Пожалуйста, попробуйте, да? Вот. Этот снимок, это был бы банальный снимок, если бы не эта веселая компашка, этот мальчишка, эта девочка особенно. Снимок жанровый. Жанровый, если только его интерпретировать жанровым образом, здесь нужно хорошее название. А главное, вы посмотрите, со снимка идет к тебе эмоция. Хорошая эмоция, веселая, ребята обалдеют, сходят с ума. Свадьба все-таки. Вот этот снимок сделал у нас Дарина Логинова, который мы уже знаем, и с этим снимком можно работать. Поехали дальше. Так, хороший снимок, бытовой и прекрасное название, мама отдыхает. Хорошо, сделала опять Инна, Инночка, спасибо, вы нас сегодня кое-чем порадовали, кое-чем разочаровали, но это все исправимо. Значит, на этом снимке тоже, он бытовой, он зарисовочный, но здесь верх лишний, низ лишний, и за счет этого вы могли бы снимок сделать более квадратным и приблизить к нам. Ну и технически здесь провалы в светах, вот в этом месте, и вот в этом месте тряплет, конечно. Он слабенький снимок технический, но он интересный. Это фотография, это самый типичный репортажный снимок события, сделала его Римочка Савина, назвала на его раздумья, ну ясное дело. Так, репортажный снимок. Этот снимок дачные посиделки. Значит, сделал этот снимок Владимир Кривен, Кривенко, скорее всего, так. Володя, извините, если неправильно. Так вот, Володя, это хорошая фотография, это интересная фотография, одно, но. Значит, во-первых, я рекомендую вам эту фотографию просмотреть в монохроме, не в черно-белом, а именно в монохроме, например, в сепии, с одной стороны, с другой стороны, эта фотография будет работать не сейчас. Сейчас, может быть, кому-то это интересно, будет эта фото-зарисовка хорошая, но эта фотография начнет работать ровно через 30 лет. Сохраните. Так, хорошо, дальше едем. Посмотрите, пожалуйста, на этот снимок. Сделал вот тот же самый Володя Кривенко. Вот, пожалуйста, этот снимок содержит образ. Это тот самый случай, когда Господь Володе дал возможность этот образ снять, выявить, вычленить в этом снимке. Вы посмотрите, какая трогательная фотография. Вот, образ наших детей. Везде и всегда вот такие вот они беззащитные. Они такие, по-немецки, ферлецлих, они такие, их очень легко обидеть, очень легко травмировать и так далее. Это очень нежный снимок, я бы так сказал. Но, Володя, опять-таки, даю вам на обдумывание обрезать вот здесь. Посмотрите, эта черная тряпка, я не знаю, но она не по месту. Попробуйте вот так вот обрезать и посмотрите, что выйдет. Я думаю, эта подушка в виде подсолнуха, она не представляет большой ценности. Все уже здесь есть, в центре. Но фотография очень хорошая, я поздравляю вас, это хороший снимок, он, несомненно, обойдет выставочные ваши фонды. Потрет Марии, сняла его Роза Бара. Розонька, нет, мы его не можем сегодня рассмотреть, к сожалению. Игры на воде. Это очень любопытная фотография. Ее надо сохранить, сделала его опять, сделала ее опять Володя Кривенко, у него вот свой взгляд есть какой-то на эти вещи. Володя, это надо в себе сохранить. Пожалуйста, смотрите на людей в повседневности, в их интересах. У вас это получается? Пожалуйста, берегите это в себе. Поймать большую рыбу. Мобильная фотография. Это не важно. Мне совершенно, я не знаю, тут какая-то крази-зебра написана, если я не ошибаюсь. Уважаемая лошадь, уважаемая зебра, извините, поймать большую рыбку, да, конечно, но, понимаете, мобильная фотография, мне вообще наплевать по большому счету, чем ее фотографировать. Хоть фигушкой, хоть как угодно. Лишь бы была фотография, мне не важно. Главное, чтобы это была фотография. Этот снимок, вне зависимости от того, чем он сделал, мы сегодня не рассматриваем. Хотя очень хорошее состояние, такое симпатичное состояние, не рассматриваем, увы. Вот такой снимок. Значит, это зарисовка, фото-зарисовка. Сделал его, опять, именно наше Виченте, или Виценте Ривас. Я Виченте буду называть, мне так больше нравится. Хорошо. Называется это Приматы. Миночка, вы уж лучше бы с таким снимком к этой женщине на глаза не попадались. Это фото-зарисовка, не без юмора, ее вполне можно поместить в группе Фейсбука «Юмор фотографий», которую веду я и моя жена Оля Куликова, которая тоже является фотографом. Между прочим, ФИАП. Портрет. Лето в деревне. Прекрасный портретик бытовой, немножко технически слабоватый. А вообще, конечно, надо бы уделить конечно время приватным портретам, частным портретам, бытовым портретам. Я не знаю, как звать мальчика. Вадим, скорее всего. Дем Вадим. Хорошо. Дем Вадим. Значит, мы, к сожалению, не будем его рассматривать. Так, это тоже портрет, который я рассматривать не буду. Портрет ЧБ. Кто это сделал? Дарина Лодинова. Дарина, спасибо, а то бы мы ошиблись, что это ЧБ или не ЧБ. Ладно, спасибо. Не рассматривается. Не рассматривается Мари. Это опять Роза Бара. Она любит эту Мари. Хорошая девочка, действительно симпатичная. Вот, еще один снимок «Чужим мира». Посмотрите, пожалуйста. Владимир Кривенко. Опять Володя Кривенко. Наш талантливый Володя. Что здесь? Снимок, несомненно, постановочный, но Володя здесь стремился образ создать, образ человека, который внутренне, интеллектуально, что ли, внутренне, так правильно будет сказать, соответствует вот этому дому. Здесь целые истории можно нарисовать, но это как раз тот снимок, который больше относится, не совсем, но больше относится к формальной фотографии, фотографии форм, но присутствие человека, его состояние делает этот снимок, если и не событийным, то во всяком случае вот таким вот необычным портретом. Во всяком случае, в любом случае, этот снимок, конечно, он влияет на меня, он влияет на любых других ценителей фотографий. Это хорошая работа, интересная. Ну и у этой работы есть небольшие огрехи. Володя, я вам дам на раздумие пару мыслей. Вот посмотрите, здесь видите, в правом углу, вот я мышкой здесь кручу, вот это вот белое пятно, его надо убрать, конечно, убрать, убрать, убрать. И вот здесь тоже, ладно, здесь можно и оставить, здесь немножко вы черный угол сделали напрасно, либо уж и здесь тогда углы делать, затемнять, либо убрать. Он здесь неестественный черный угол. Вот эти вещи все продумать. Кроме всего, продумать здесь снизу, где ведра стоят, может быть, немножко прибить их, если вы полагаете, что эти ведра не несут большой скословой нагрузки. Но в любом случае, Володя, я рад, что познакомился с вами таким образом. Я думаю, ребята тоже оценят ваши фотографии, и если бы мы могли, мы бы вам похлопали. Мальчишки. Сделал наша зеброчка, полосатенькая наша, она сделала такую фотографию, причем смотрите, как она переместила центр тяжести фотографии, она его туда наверх забросила за счет того, что с нижней точки снимала и более-менее широкоугольным объективом. Это любопытная фотография, но эта фотография больше фотография формы, нежели содержание. То есть здесь содержание, формальная форма, она сама по себе содержание. Видите, здесь что-то происходит, но это не так впечатляет, вот то самое слово впечатление. Нет, не так впечатляет. Здесь больше впечатляет форма. Но еще один, еще одна заметка. Вот эта вот палка, давайте я сейчас повожу, чтобы вы видели, палка на песке, она здесь излишняя, она не работает ни на что, ее надо было убрать, и убрать ее несложно. Но в любом случае, да, это хорошая работа с формой. Хороший бытовой снимок или зарисовочный снимок в подарок этим людям. Здесь я хотел бы сделать по поводу этого снимка, это сделала Танечка Беляева, сделать по поводу этого снимка вот какое замечание, если вы позволите. Это вот типичная вещь, с которой мы сейчас встречаемся. Посмотрите, руки человека здесь обрезаны. Это производит ужасное впечатление. Должен признаться, что и я тоже при съемке когда-то допускаю такие ляпы, когда я, скажем, с зумом неправильно поработал или не отошел. В общем, это, конечно, ляп. И за счет этого снимок, конечно, становится, ну, если не бракованным, то тяжело воспринимаемым. Это все-таки считается ляпом. Что сделать? Да просто вот так вот по объективу обрезать. Вот таким вот образом. Тогда уже не будет полруки, руки вообще не будет, а это каким-то образом допускается. Это бытовая зарисовка, кстати, неплохая зарисовка, живая очень. Едем дальше. О, мы с вами 150 снимков рассмотрели. Так, хорошо. Теперь вот это. Это снимок ландшафтный, конечно. Вот, хотя даже здесь дом присутствует, домик, но он является элементом ландшафта. Снимок сделал Юрий. Он нам объяснил, что это красивый, зеленоватый оттенок воды. Прекрасно. Мы будем знать. Юра, спасибо. Снимок не рассматриваем окончательно. Это еще один формальный снимок, любопытный тоже снимок, тоже Юра сделал. Он, видите, тяготеет к такой красивой фотографии. Ох, Юра сделал вот такой, в летнем саду он сделал такую рамку, сладкая парочка. Он называет, вы все маленькие, кто сидит перед экраном сейчас, а я, дяденька, старый. И вот после войны, в 60-х годах, я тогда был мальчишкой, мне было лет, наверное, 6-7, на барахолках продавали, ввиду отсутствия того, что надо бы продавать, продавали самопальные ковры в виде картин, что ли, которые рисовались, они для стены были, да, навешивать, они рисовались на этих, на простынях, на белых, да, можно было и штамп у нее, там военная часть, там 12-15, да, вот, и там были ультрамариновые воды, вот как здесь, и белые лебеди с красными клювами, только они там обязательно целовались, или стояли рядом и смотрели друг на друга, или во всяком случае, хоть как-то символизировали любовь, но я должен сказать, что Юра их переплюнул, он надел это все в золотую рамку. Юра, еще немножко, лет 50, и мы сможем это все хорошо продать. Шапочки для елочки, любопытный, хороший, очень милый такой кадр, бытовой, он, Валентине Налетовой, вполне удался, хорошая фотография бытовая, да, вполне, выполняет свои задачи. фото выставка 2, значит, будет и один, это репортажный кадр, и не совсем удачный кадр, ввиду того, что здесь идет большое мельтешение, всяких разных, видео штучек, вот эти девочки, вот там фотографии, здесь все, и плюс еще, что такое, для чего вот эта вот, черно-белая полоса, в этом смысле, снимок неудачен, вот, его сделала Ирина, раданская, Ирочка, вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня, но если вам этого дела не сказать, это будет не по честному, мельтешение большое, а вот этот вот снимок, сделала она же, Ирина, он уже интереснее, смотрите, здесь какая любопытная ситуация, если бы мира немножко поработала, с темными делами, то здесь можно бы, я имею ввиду, вот темные фотографические плоскости, извините, вот, то, наверное, конечно, этот снимок был бы качественным, более качественным, но вообще любопытная ситуация, которая вообще трудно объяснить, дотанцевалась, не дотанцевалась, но следует подумать, от этого снимка не следует отказываться, его надо продумать, и в названии этот снимок доделать. Фонтан, да ну, Ирочка опять нас порадовала, она сказала, что это фонтан, будем знать, ладно, Ира, спасибо, вот, снимок зарисовочный, он, с одной стороны, может быть бытовым, а с другой стороны, он может быть просто снятым на ходу, вот у Иры, как мы видим, есть такой легкий телевичок, и он хорошо размывает задний план, но этот снимок, даже если согласиться, что это фото зарисовка, он не очень интересный. Очень интересная фотография, задумчивое настроение, Сережа Геворский сделал его, я надеюсь, он не извинит, когда его называют Сережу, ну, так как-то по-теплому, по-товарищски, смотрите, как здорово получается, вот эти два элемента, с ним говорят, мальчик, да, и дядя там на заднем плане, они прекрасно играют друг с другом, причем мы видим, это совершенно разные люди, это состояние, это событие снимка, событие этого снимка, это состояние этих двух людей, видите, событие может быть не только чем-то произошедшим, а событие может быть и чем-то случившимся, вот как состояние, очень интересный снимок, но, и снова, вот это лишнее, подрезать бы, но это на усмотрение автора, он может подумать и по-другому, мне это мешает, но ничего, может быть, может быть каким-то образом, Сережа еще продумает это заново, но вообще снимок интересный, очень хорошее состояние, твой мана, это снимок формальный, «Город вечер-зима», снял этот снимок Валентина Налетова, Валенька, мы, к сожалению, с вами этот снимок не обсудим, потому что у нас другие задачи, единственное, что я скажу, Валечка, у вас чуть-чуть техники не хватило, чтобы сделать этот снимок, у вас резкость пошла на этого мужчину, тогда, как, наверное, надо было резко сделать на дома, они занимают большую площадь, а мужчины почти не видно, значит, они должны были быть резкие. Этот снимок сделала Татьяна Калугина, Танечка, это могло бы быть интересным, да, наверное, могло бы быть интересным, если бы не один момент, если бы не один момент, мне очень-очень здесь помешало, мне это не значит всем, только мне, вот здесь вот у нее, у девочки на груди, вот эта вот мордочка с пухлыми губами, вот она сбила какой-то особый колорит этого снимка, пустынный колорит, это как будто, знаете, как будто сюда воткнули телефонную будку, вот примерно тот же эффект, производит это, что ее надо убрать, и тогда снимок состоится, да, едем дальше, это бытовая зарисовка, угощение лебедя, сделала его Валентина Налетова, Валечка, мы эти снимки не рассматриваем, во-первых, во-вторых, потому что они, ну, фото зарисовки, по сути дела, здесь есть одна маленькая деталь, которую все-таки, осмелюсь вам сказать, не посоветовать, что ли, просто напомнить, дело в том, что людей, которые стоят нам спиной, и особенно в нагибку, наверное, не следует показывать, или просто попросить их развернуться и переделать фотографию, было бы здорово, если бы это учитывалось в будущем, а вообще, вообще это хороший фото зарисовочный кадр, здесь, Новосибирск художественный музей, называется музей, Валя Налетова сняла, значит, здесь, Валечка, у вас получается, что две ситуации, два события, которые совершенно не связаны друг с другом, женщина звонит, не звонит, смотрит на свой мобильник, эта женщина занята своими делами, в общем, это две истории, неизвестно о чем, либо надо было выждать другое, другой пик события, поискать его, это даже не пик, а вот пик можно было бы поискать, мы ведь как-то говорили, что событийная, жанровая фотография, ее целью являются пики событий, не промежутки между ними, а пики, а это вот как раз промежуток, хорошо, дальше, поехали, голуби, значит, с голубями такая история, это анималистический, конечно, кадр, либо юморной кадр, для юмора, но для этого необходимо, здесь другое совершенно название, которое бы давало пониманию этого снимка, совершенно другое направление, сняла Ирина Реданская, как я понимаю, если я правильно прочитал, вот, Ирочка, это любопытная заметка, это хорошая любопытная заметка, анималистическая, ну и может быть даже снимок в репортаже о городе в это время, личница, значит, сразу минус этого снимка, таков, значит, во-первых, его сделал Александр Путивцев, так, и девочка глаза закрыла, это минус снимка, во-первых, во-вторых, это снимок бытовой, снимок на потребу этим людям, да, у девочки есть состояние, но снимок не ушел из бытового, зарисовочного, что даже не за, именно бытового, области, из бытовой, он не рассказывает ни о чем, кроме того, что у девочки есть такое состояние, и эта девочка с закрытыми глазами, она, конечно, принижает снимок, это очень любопытная зарисовка, называется это зарисовка Погожевы Елена, будем знать, вот, а здесь стоит Елена, ладно, посмотрите, как интересно, это любопытный событийный снимок, это фото зарисовка, фото заметка, и очень интересно, мы видим здесь целый фоторассказ, посмотрите, как хорошо эти люди между собой общаются, один чистит Чикоповик, другой, видимо, то ли офицер, то ли полицейский, но не важно, здесь единственный недостаток, наверное, этого снимок, во-первых, он скадрирован немножко, слишком много здесь пространства, во-вторых, он не резкий, вот чем какая штука, это вот неприятная, к сожалению, резкость ушла куда-то на стул, но вот этот парень не резкий, и это тем более, хорошая заметка, хорошая заметка, но над ней можно поработать, наверное, может как-то улучшить ее, есть способы, это бытовой снимок, для нас он интересный, тем, что это, видимо, я так понимаю, то ли Вьетнам, то ли Китай, но, во всяком случае, те южные республики, азиатского плана, вот бытовой снимок, здесь ничего сказать нельзя, потому что не тема эта наша, вот этот снимок, сделала его все та же Леночка Погожева, вот этот снимок интересен, интересен он тем, тем, что раскрывает целую сторону жизни этих ребят, он очень познаватель, он даже не зарисовка, а это, ну, маленькое открытие, что ли, для людей, кто не знает, как они там живут, но вот такое вот, такая стрижка, это, конечно, уникальное дело, скажем, для той же Европы, или для, скажем, России, это, 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 симпатичная ситуация, посмотрите на его лицо, такое выражение, внимательное, и какое-то симпатичное выражение, но теперь, к этому, к этой бочке меда, мы сейчас вам, Леночка, немножко дегтя добавим, смотрите, вот здесь, вот эта вот белая тумба, кому она нужна, она отвлекает внимание, от основного сюжета, обрезать ее, хотя бы, вот таким вот образом, постолб, может быть, нет, ну вот так вот, где там чайник, да хотя бы вот, таким вот образом, видите, да, я показываю, все остальное убрать, и тогда снимок становится компактнее, вот, и он приближается к нам, как будто бы, как будто бы зумируете его, я бы даже вот, нет, не буду, здесь не буду, вот такое пожелание, попробуйте, снимок стоит того, чтобы с ним поработать, Леночка Погожева опять, вот эта вот конструкция, называется туки-туки, это любопытный снимок, я сейчас назову вам еще один жанр, который мы не обговаривали, кстати, какие жанры существуют на свете, и что они собой представляют, вот это все вы тоже и снова найдете в моем фотокурсе, поверьте, там это до последнего донышка все разработано, вот, и это надо знать, жанры фотографии имеют свои законы, и вот фотокурсик как раз рассматривает, какие законы, каким жанрам свойственны, так вот, жанр этого снимка, туристическая фотография, люди ездят, снимают, показывают, так, едем дальше, кстати, извините, да, это был все-таки Вьетнам, я правильно понял, называется снимок «Ханойский байкер», это хорошее название, юмор фотографии, вот место для этого снимка, этот снимок я не обсматриваю, потому что это снимок формы, а сделал его Анна Миронова, хорошо с конфетой за щекой, сделала снова Наташенька, Наталья, вот снимок не рассматриваю, почему, потому что он тоже бытовой, жизнь на скамейке, я уже имел честь поделиться с вами своими тараканами, это вот тот же самый бомж, да, видимо, еще и пьющийся бомж, я, к сожалению, не могу спокойно смотреть на те снимки, я уже объяснял почему, либо тут же помогать человеку, либо не спекулировать на таком его состоянии, но этот снимок ландшафтный, здесь ничего не происходит, здесь всего лишь люди как часть ландшафта, но этот снимок технический, он называется «Скорость», простите, прошлый снимок сделал Ирина Ринанская, как раз это она, да, этот снимок технического, сделал его Владимир ВВ, вот, этот снимок показывает, что Володя в общем приближении владеет приемом проводки, больше здесь пока ничего нет, но хорошо, это хорошее достижение, прекрасное достижение, я бы сейчас взялся, еще вопрос снял бы лучше, тоже бытовой снимок, друзья на лужайке, сняла Наталья, Наталья тяготеет хорошим бытовым снимком, папой надежнее, Сережа Еворский, мы уже по-моему сегодня смотрели его фотографии, это любопытное наблюдение, хорошая фотозарисовка, и если Сережа соберет их всех до кучи, можно сделать целый альбом под названием «Фотозарисовки», и это одна из них, хорошо Сережа, этот снимок, кто сделал, Владимир ВВ, Володя, немножко унылый снимок, почему, потому что ничего не происходит, девочка прыгает с таким унылым лицом, то есть этот снимок не поставляет нам почти никаких эмоций, вот в чем беда, снимок нейтральный, нейтральный, а мы ждем от снимков впечатлений, мы хотим, чтобы они нас впечатляли. Дальше. Этот снимок, футбол, это навсегда и везде, к сожалению, да, Володя ВВ сделал, этот снимок требует несомненного пояснения, без пояснения снимок недопустимо где-либо выставлять, потому что речь идет в конечном итоге о нарушении правил, о риске этого человека и, может быть, даже о его психической неполноценности, хотя мы-то знаем, что это такое, в принципе, я знаю, видимо, это человек, который призван на светофоре развлекать пассажиров, а потом, когда светофор зеленый, он уходит, что-то такое есть и в Германии, бывало и такое, но снимок необходимо пояснять, футбол – это навсегда и везде, это название ничего не объясняющее, Володя, надо продумать это дело, ну да, снимок бытовой, день рождения сына в зоопарке, мы поздравляем, Наташенька, от всего сердца вашего сына, а который из них, первый, второй, или там вот сбоку третий, вы уж должны были бы написать, который сбоку, вам не было страшно, когда вот мальчик кормил слона, если исходить, что это вот он в синей рубашке, этот друг может схватить и за нос, это еще раз за папой надежнее, который сделал Сережа Егорский, да, конечно, еще в лежачем положении, конечно, Сережа ошибся, наверное, в публикации, но Сереж, мы увидели этот снимок, мы его похвалили, да, этот снимок любопытный, знаете, есть такие, теплые, тихие вечера, которые очень любят люди, и они редко выпадают кому-то из нас, когда тепло, тихо, и удивительно, нечего делать, можно посидеть и просто немножечко отдохнуть, и вот это вот такой вот вечер, который снял Володя В.В. Да, это очень любопытная, симпатичная заметка, фото заметка, этот снимок надо сохранить в обязательном порядке через 50 лет, я бы, ой, извините, я бы предложил его перевести в черно-белый вариант, в цвете он как-то, Сережа, Еборский он сделал, в цвете он как-то очень сомнительный, имею в виду вот эту вот матросскую одежку этой милой женщины, хороший снимок, он должен быть сохранен, это, скажем так, знак времени, снимок, Александр, Саша Малюдин его сделал, Сашенька, не могу я рассматривать этот снимок, он не нашей тематики, поэтому я его пропускаю, давайте приходите ко мне на страничку, мы там поговорим, этот снимок сделал Рома Палеантик, это тот парень, которого мы уже сегодня видели, который сделал снимок, там великолепный, красивый такой снимок, наверное, телевизор, что такое, здесь Рома должен был бы написать название этого снимка, вот, и это название, оно не просто оправдывало этот снимок, оно еще и очень здорово его поясняло, наверное, если я не ошибаюсь, типа, какой ужас так назывался этот снимок, вот, тут этим словом моментально ситуация вот эта раскрывается, хотя мы, конечно, знаем, что этот человек просто на какое-то время поднес руку к лицу, а Рома его снял, и здесь мы вот в этом снимке подошли к одному очень важному моменту, который я хотел бы с вами обсудить, а именно, вот смотрите, как я сказал, этот человек, видимо, где-то снизу поднес руку к лицу, может быть, он вот хотел отереть, может быть, он просто оперся на это, на эту руку, может быть, он вообще в голове ничего такого не имел, что какой ужас, нет, но есть правда формальная, когда вот то, что есть, то есть, а есть правда художественная, если не объяснять всей этой ситуации, как это было на самом деле, то мы, зрители, воспринимаем эту ситуацию именно так, как она представлена на фотографии, вне зависимости от того, было это на самом деле или нет, и вот в этом, если снимок правдив, если он образен, если в нем образ, если он сделан хорошо технически, тогда снимок становится художественной правдой, которая отличается от формальной, так вот, вот этот снимок, да, он художественно правдив, с названием «Какой ужас?» этот снимок Рома показывал, если я не ошибаюсь, в группе «Юмор фотографии», фотографии, это хорошая работа с этой точки зрения, с точки художественной правды. Бытовой снимок «К свету» это помпезное название, Анастасия Я назвала так снимок, бытовой снимок мы, к сожалению, не рассматриваем их сегодня. Это повторение про однажды в зоопарке Наташа не удовлетворилась, Наташа, так сидите, какой же ваш сын, синенький или красненький, и какой ваш слон? Снимок формальный, вот, кстати, не знаю, как на ваших мониторах, сделал его Саша Малюдин, Малюдин, Сашенька, извините, вот, не знаю, как на ваших мониторах, но на моем мониторе я вижу здесь какой-то немножко фиолетовый оттенок, вот, хочу насторожить вас, многие фотокамеры, цифровые, дигитальные, как мы говорим в Германии, они дают вот такой вот оттенок, и этот оттенок, с ним необходимо бороться, вообще говоря, этот оттенок делает фотографию фотографическим браком. Пробки, прекрасное название, хороший юмористический снимок, сделал его, сделала его Анастасия, я, и Анастасия, вы можете разместить его с этим названием, с удовольствием мы примем его в юморе фотографии, этот снимок я не рассматриваю, это красивый снимок, сегодня, к сожалению, это не наша тема. Снимок был бы бытовым до конца, если бы не два момента, вот как этот мальчишка смеется, как же мне приятен его такой смех, смех такой от души, с одной стороны, с другой стороны, если бы не эта девочка не загибала этому питбулли, если я не ошибаюсь, ухо, вот, это смешно, конечно, и есть еще один момент, который отличает этот снимок от других бытовых снимков, это применение, кем? Применение Анастасии длиннофокусной техники, как хорошо разделено пространство Анастасии, вам надо дальше продолжать работать с ним, это хорошо, это здорово продается. Посмотрите этот снимок, тоже Анастасия, она, девочка, видимо, работает по свадьбам, обратите внимание на этих двоих, это был бы обычный бытовой свадебный снимок, если бы не отношение этих двух людей, очень странное отношение, здесь целая история, почему они так далеки друг от друга, когда свадьба то ли уже прошла, то ли началась, в любом случае, они не должны быть далеки, вам парня, посмотрите на эту девочку, они каждый по себе, здесь целая история, и знаете, как говорят немцы, здесь можно спекулировать на это что-то сколько угодно, это интересная фотография, Натюрморт, Светлана, прекратите нас травить вкусняшками, это Светлана, да просто Светлана, видим дальше, это портрет, это портрет, он не событийный и не жанровый, это просто антуражный портрет, это портрет человека занятого, чем, это уже другой разговор, портрет этот сделал, сделала Арина, этот снимок, сделала тоже Арина, кинок, взводе я готов, Ариночка, вы видимо не умеете играть в бильярд, не умели никогда играть, иначе бы вы мальчику перед снимком, перед снимком поставили руки правильно, так, вот и горло сорвал, простите, так в бильярд не играют, этот снимок далек от формальной правды, все-таки пусть и отключится от нее как-то, но где-то надо все-таки в основных вещах ее придерживаться, пропускаем, сделал Сережа Ф, так, все очень хорошо, все замечательно, если бы не маленькая безделица, вот эта мама здесь, вот эта мама, она, к сожалению, мешает мне, вы знаете, здесь другая фотография могла бы быть, если бы мы порезали мальчика вот по плечу, это бы сложилась совсем другая фотография, но Арина, как автор, имеет право, конечно, оставить фотографию вот таким образом, и я полагаю, что снимок правильно решен в черно-белом варианте, этот снимок не рассматривается, это бытовой снимок, это снова снимок, ну, это Сережа Ф, он не очень постарался снимать, этот снимок, это снято слабой техникой, хотя, конечно, очень интересный человек, вот, Сережа, я этот снимок не буду рассматривать, в силу этих причин, во-первых, он бытовой, конечно, портрет, во-вторых, технически чрезвычайно слабый, тоже Сережа снял, тоже неизвестен, но у него чуть ли не широкоугольник есть, ну, ладно, хорошо, едем дальше, не наша тема, это снимок спарринга, да, сделал Дмитрий, Дима, мы говорили сегодня о том, ой, извините, здравствуйте, Дима, мы говорили сегодня о том, что, когда мы снимаем жановую фотографию, наша задача, выбрать, избрать какой-то пик события, а здесь вот состояние между пиками, ничего не происходит, оно либо уже произошло, либо еще произойдет, вы нажали кнопку, не в тот момент, не рассматриваю, к сожалению, ой, ну, вот, пожалуйста, уже и кончилось, значит, 200 снимков мы рассмотрели, ребята, я буду продолжать дальше, насколько смогу, сейчас у нас времени по Москве, так, плюс 2 часа, это без 15,9, ну, я, по крайней мере, еще и час буду с вами разговаривать, если кто-то сможет выдержать это, кто живет туда дальше, на восток, вот, я буду рад, если нет, я все-таки доведу свое дело до конца, насколько я смогу, и я рассмотрю те фотографии, которые мне удастся рассмотреть в течение вот 4 часов, так, поехали дальше, бытовая фотография, сделал Антон Криухов, этот снимок сделала Анна Семенова, Анечка, хорошее очень название, на тусовку, очень хорошее название, здесь технически у вас немного не сложилось, здесь, во-первых, машина лишняя, она отвлекает, во-вторых, здесь, наверное, лучше всего было бы снимать телеобъективом, да, все нормально, да, это интересная зарисовка времени, этот снимок, событие-то здесь происходит, конечно, да мы не видим какое, понимаете, бутылку вот здесь, наверное, надо было убрать, это, ну, не, не, это неприятно ее видеть, стыдно ее видеть, честно говоря, событие-то есть, да нет, не видно какое, это слишком общий план, это снимок к репортажу этого события, а кто его сделал, простите, Алена, ой, Ален, я не смогу прочесть, это, Аленочка, в общем, извините, это выше меня, вашу фамилию прочитать, дальше, снимок, репортаж события, древенские торжки, сценка, Алена опять это сделала, Алена, у нее хорошо поставлен глаз на съемку репортажей, Алена, продолжайте дальше, видимо, в этом ваша специфика, специфика фотографии, репортажное дело, хорошо, вот тоже одна из его фотографий, Ага, хорошо, это все репортаж, репортаж, это отражение события, да, во всех его проявлениях, это тоже одно из этих репортажей, Ален, вот меня все время удивляло, как они только в них не задыхаются, эти дети, это же кошмар, так, здесь, видимо, как я себе представляю, ну, наверное, не крещение, но что-то связанное с церковными обрядами в этом месте, хорошо, омовение, как я не знаю, как называется, это тоже продолжение того же репортажа, который Алена нам показывает вот в этих своих посылах, девушка, Катенька Горбачевская сделал этот снимок, Катя, вам надо придумать другое название, я не сомневаюсь, что она девушка, но все-таки подумайте, другое название, Пантера, так, хорошо, это один из видов нынешнего формального творчества, Катя его отсняла, это портрет, мы с ним не работаем сегодня, детская, так, сняла также Катя, Катя, нет, не буду даже говорить, любопытная сценка, бытовая сценка, Катя сняла, некачественно, нерезко, вы помните, я рассказывал вам только что, о тех вот лебедях, которые на ультрамариновом фоне целуются, мне кажется, это было вот примерно так, очень красивое название, вот где написано, Е. Горбачевская фотограф, это здорово, красивый шрифт, и большая, этот снимок сделала Валентина, называется Ветеран, не факт, то, что тросочки не факт, то, что цветы не факт, но пусть Ветеран, хорошо, от формальной правды отойдем в правду художественную, снимок неприемлем для обсуждения, даже потому что он технически несовершенен, к сожалению, здесь вот эта техника полностью этот снимок уничтожила, снимок не обсуждается, этот снимок тоже технически слабенький, и сняла его Оксана Художник, Оксаночка, вам необходимо разобраться, наконец, как снимать в темных помещениях, да, здесь ситуация плохо понятная, вот это видно, ребенок сбок, но он не резкий, видимо, акцент не на нем, интерес фотографа не на нем, интерес фотографа на мужчине со свечой, что здесь происходит, а ничего не происходит, нет события, нет снимка, тогда это фотодокумент, или даже бытовая фотография, очень интересное название, и очень интересная фотография, называется «Пища духовная», прекрасное наблюдение, наблюдение Валентины, где она сняла, не знаю, наверное, там, где буддистские люди существуют, это интересная фотография, она очень познавательна, она открывает новую сторону буддистских священников, а именно то, что они не отторгнуты от мира, они интересуются миром, они в мире живут, но со своими какими-то делами, которые они оберегают и лелеют. Это интересная фотография, познавательная, это фотодокумент. Фильм, фильм, фильм. Мне эта фотография не кажется интересной, Аня Семенова я сняла, не кажется интересной, потому что здесь, к сожалению, она технически, композиционно неправильно решена, не показано ничего, и прежде всего, вот эта поднятая, поднятая рука, вот эта девочка, которую будут снимать, видимо, будут ее наказывать, казнить по кино, она перекрыла ей лицо. Это неудачный снимок, поскольку здесь не учтено много вещей, как, например, и вот эта вот фигура в белой майке, которая стоит нам спиной. она тянет на себя, помимо платья этой девочки на столбе, тянет на себя внимание и ломает снимок. Очень любопытный бытовой кадр, уличные посиделки называются, видимо, тоже в Вьетнам, Валентина снимал, а может быть, Латинская Америка, неизвестно, да, скорее Латинская, вот, может Испания, да. Очень интересная, любопытная сценка, познавательного характера, это туристический жанр. Вот так вот мы знаем, вот у них, вот такие детишки, вот такие люди, очень эмоциональные. Спасибо, это очень интересно. Кто нам сделал это? Валентина, да. К сожалению, снимок не рассматриваю, не наша тема, и этот снимок я тоже не рассматриваю, а хотел бы, тема не наша. Мерлин Монро, Елена Мир, вот как. Ну, хорошо, у Елены свои связи, ладно, Леночка не рассматриваю, это портрет, арбузный рай. Этот снимок был бы бытовым до конца, если бы не этот мальчишка. Он как раз поставляет нам настроение, он впечатляет, вот опять это слово, понимаете, впечатляет. Тема, конечно, слабенькая, что там говорить, но зато мальчишка, великолепная фотография этих глаз, очень здорово. Я бы только ее подрезал вот таким вот образом, так вот, так вот, и вот так вот. И за счет этого снимок бы укрупнился, хотя это опять-таки решение автора Олеси Загорулько. Олеся поздравляю с ним, очень симпатичный, только его надо очень хорошо сделать, он пока не доделал. Виноградное. Вот Ник рассказал нам, как он его делал, но, к сожалению, к сожалению, не для сегодняшнего раза. Еще один портрет, его сделал, его сделал Руслан Бабусенко, и тоже не для этого раза, надо отдельную передачу делать по портретам. Хороший, светлый снимок Руслана, он прислал эту девочку, прекрасная бытовая фотография, может быть, даже и более широкая, смотрите, он и солнышко вел, и свет здесь воздушный, все, но, к сожалению, этот снимок все-таки больше бытовой. Вот, или же снимок, ну, наверное, да, документальный. Руслан, хорошая фотография, но, к сожалению, Руслан не оригинальная, но хороший, хорошо сделан. То же самое могу сказать, Руслан вел сюда задымление, как он его вел, это вопрос, наверное, это специальный эффект, а может быть, он даже жег костер, но это вряд ли. Это все портреты, антуражные портреты Руслана, хорошие портреты, но требует отдельной темы. Зима в лесу. Ник, 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 я должен вас разочаровать, извините за такие, может быть, резкие слова. Это банальная фотография, таких фотографий у каждого фотолюбителя существовало, может, и существует, но, действительно, миллион сто штук. К сожалению, даже солнышко ее не спасает. Это фотография банальная, то есть, очень-очень часто повторяющаяся. Хороший бытовой снимок, который сделала Инна Сирина. Инночка молодец. Немножко, может быть, внизу чуть-чуть подрезать, чтобы снимок равновесной точки его переместилось чуть-чуть к низу. Анна, будем знать. Николай Моя, или Мадя, Коля, извините, вот, он сделал такую фотографию. Любопытный портрет, но не обсуждаем. Сейчас обратите внимание, какие у нее волосы. Лесная птица. Не наша тема. Увы, увы. Анечка Зарубина, извините, в следующий раз. Это скучноватая бытовая сценка. Наташа ее сняла, Наталья. Здесь, к сожалению, нет ничего особо интересного, ничего не происходит. Это межсобытийная фотография. Этот снимок. Здесь не все так просто. Можно было бы сказать, да, это так бытовой снимок, и хорошо, что он так сделал, но здесь, вот эта вот рука черной женщины, видимо, очень симпатичной женщины, как необычно нанесет эту сумку, она, конечно, несколько меняет восприятие этого снимка. Она заставляет этот снимок как-то попытаться прочитать. Здесь, в этом снимке, я бы его сделал все-таки более квадратным, вот таким, скажем, чтобы убрать вот эти две фигуры, которые там стоят, они ни к силу, ни к городу, они отдельная тема снимка, они не согласовываются. Я бы сделал его квадратным вот таким. А дальше можно было бы поразмышлять, что здесь происходит. Это снимок, который надо доделывать даже не столько на самом снимке, сколько в его додумывании, этого снимка. Сделала его Людмила Драке. Идем дальше. Эти снимки технически слабые. С ними мало ли, тут мало что можно предпринять. Единственное, что могло бы извинеть такую технику, это потрясающий сюжет. Этот сюжет не потрясающий. Это всего лишь пожилые люди. И мы в этом снимке можем предположить, как мы это привыкли делать, что им живется плохо, тяжело живется и все такое. Ребята, а вам-то легко живется? А мне? А всем нам? Каждому достается свое. Здесь должен быть иной повод для того, чтобы эту фотографию каким-то образом презентовать. Сделала опять Людмила Драке этот снимок. Он должен существовать, но техническое качество, конечно, подводит очень сильно. Вид сверху чего? Чего не будет вид сверху? Аня Зарубина сфотографировала. Анечка, мы не будем, это, наверное, Питер, да? Или кто это? Вот мы не будем, к сожалению, рассматривать этот снимок. А жаль. Вот этот любопытный снимок Людмила Драке сделала. Значит, «Извечный диалог». Я вообще особого диалога здесь не вижу. Ну да ладно, это пусть на совести автор остается. Здесь Люда немножко не досняла этот снимок. Надо было слева хоть чуть-чуть больше дать. Это вот те самые обрезанные руки, которые говорят о том, что либо у автора практически не было возможности, снять. Либо просто он не увидел этого дела. Отнесся немножко безалабельно к этому. Нельзя руки резать, нельзя ни руки, ни ноги. А если уж резать, так резать по плечи. Очень любопытная фотография могла бы быть, если бы не вот эти вещи. Смотрите, какое мальчишко. Смотрите, какие отношения между матерью и ребенком. И все равно это не пропащая фотография, Людочка, не пропащая. Пусть будет. Ну, это формальная фотография. Здесь снимали пейзаж с антуражем этими двумя полутрупами. Тоже зарисовочная фотография с городом Наты, хорошее название. Вот, но это все же зарисовка, это даже не репортаж, просто формальная фотография того, что происходит. Да, ребята, залезли, это уже интересно. Фотографию, конечно, надо оставить, она когда-то куда-то войдет. Наташа, Николай, моя основа у нас. Коренька, мы пока не рассматриваем, вам следовало бы отдельно как-то появиться у меня, мы поговорили о нем. Это формальная фотография, причем формальная даже для семейной фотографии. Здесь ничего не происходит, здесь просто встреча людей, и этот снимок важен, наверное, для истории. Сделал его и Евгений Алябьев. Женя, снимок сохранить, не терять. Про любовь. Дмитрий Ясенков отснял это дело. Ну что ж, для юмора фотографии это вполне пойдет. Женя, присылайте цвета. Николай Моя решил нам выложить всю свою красивую фототеку. Любопытная ситуация, я вот такое в Израиле видел много раз. Может быть, это там и есть. Евгений Алябьев, не знаю, но у других места. Что у тебя, птиц пропал? Снимок для юмора фотографии, именно с этим названием. ДХ. Речь идет о фотоаппарате? Нет, речь идет о деревьях. Любопытно они сложились, конечно, действует ДХ. Лыжня зовет, снимок технически слабый и малоинтересный. Снято на праздник Крещения. Сергей Диценко. Сережа снял этот снимок чистка, смотрите, как же здесь ему здорово удалось показать кручение головой. Вот в этом смысле Сережа выступил как настоящий репортажник. Единственное, что, к сожалению, до сих пор не резко. Сереже, видимо, надо здорово подумать либо над своей техникой, хотя я знаю, у него техника неплохая, должна быть, значит, над режимами съемки. Все должно быть звенеть качеством. Других снимков у нас не приемлят. Нас будут за них убивать. Качество должно быть в 99 случаях из 100 бронебойных. Фонтан. Второй снимок. Коля мой. А я, извините, рыбакинами чернезойки. Будем знать. Евгений Кузнецов снял. Не рассматриваем. Не могу назвать танцор. Валерий Лазарев сделал эту фотографию. Это любопытная фотография, бытовая, но эта фотография, во-первых, фотографически как бы сделана хорошо, снято так, что там очень хорошо отделены фигуры от заднего плана и все такое, но эта фотография сработает опять-таки только через много-много лет, когда уже совершенно не будет важна фактура, а будет важен сам факт этих людей присутствия на снимке. Так, хорошо. Идем на 12-ю. И мы с вами уже третью сотню, если не череду, размениваем. Так, снимок не обсуждается, технически очень слабый. Валерия сделал. На все дергается. Валерочка, надо снимать либо подходящей аппаратурой, либо на штативе. Так не пойдет дело. Бытовой снимок. Хороший бытовой снимок. Лилия сделала его, Семенова. Молодец, Лилия, хороший снимок. Полет. Да, значит, Валера опять нам показал, если это тот самый Валера, показал нам проводку, как он снял человеку. Это хороший, очень хороший этюд такой тренировочный. Их и надо делать. С песней по жизни. Снимок Алекса мне не очень нравится в том плане, что он наивный. Это немножко такой, чуть-чуть, не тот сюжет. А вот для того, чтобы сохранить это для потомков, на память, для внуков, правнуков. Конечно, вполне приличный снимок. Сверху его подрез. Снимок не рассматриваем. Юра Каченко хорошо побывал в горах, сделал колоссальные карточки, но не наша тема. И этот, ой, как здорово. Вот. Крепость Карела, город Приозерск. Значит, Валерий сделал. Сушенко, очевидно, да, я как понимаю. Значит, это картинка для календарей, еще для чего-то. Пусть она там остается. И этот снимок очень непривычный немецкому взгляду. Столько снега, ужас. Пропускаем. И то же самое, совершенно непривычные снимки. Вот. Этот снимок тоже пропускаем. Это все Владимир Пименков, если я не ошибаюсь, снимал. Да, это все его фотографии. Вот. Он показал ночной город. Только вот какой вопрос? Ну, не знаю. Только гадать. Каникулы в Дрездене. Ага. Хорошо, будем знать. Так. Гуль Рух. Значит, этот снимок бытовой, бытовой портрет. Пропускаем. Вот, посмотрите, пожалуйста, на этот снимок. Посмотрите внимательно. Это снимок прекрасный. Сделала его Ирина Смирнова. Великолепная фотография. Ирочка очень умела, очень умно и очень правильно отрезала головы этим девчатам. Почему? Да потому, что она хотела сконцентрировать наше внимание вот на том, что происходит внизу. Вы посмотрите, до чего неудобно здесь фунтухли. Они бедненькие, давно уже мучаются, стоят. В общем, эта фотография, с одной стороны, она очень юморная, с другой стороны, она, как бы это выразится лучше, очень теплая, очень человечная, что ли. Вот эти чувства, эта фотография вызывает у меня. Это хороший снимок, это хорошая тема, и это очень, как бы это сказать, человечная тема. Очень по-человечески, по-людски это все вот здесь происходит. Девчата бедные, устали. В общем, здесь целая история. Видите, как только снимок более-менее хороший, в нем сразу прочитывается история, и этот снимок вызывает у нас ощущение, он впечатляет нас, еще раз повторюсь. Ира, я хочу вас поздравить и по-хорошему завидую этой прекрасной фотографии. Этот снимок я, к сожалению, не смогу правильно прочитать имя автора, уважаемого рнаскле, он лыб пас, да, вот так вот это, я смог, я прошу заранее извинения за мой корявый язык. Этот снимок очень хороший в смысле того, что он туристический. Вот этот снимок очень ярко показывает, вот какими они обычно бывают. Этот снимок бытовой, он показывает события в местной церковной общине. Сделал этот снимок Наталья Розенвассер, какая красивая фамилия у Наташи, Розовая вода. И этот снимок мы отнесем, наверное, по жанру фото-зарисовка или же даже фоторепортаж, если сюда войдет еще пара снимков об этом событии. Это очень хороший фоторепортажный снимок. Он раскрывает сути. И смотрите, Наташа как умело решила планы снимка. У нее активный задний план, там все видно, это объясняет всю ситуацию. И передний план, ребенок, это реакция на эту ситуацию, мама и ребенок. Вот, репортажный снимок, ему нужно еще парочку, и тогда еще будет здоровенский. Аждай, можно и состариться. Это хороший у Наташи, тоже Наташи Розенбассер, у нее хороший здесь юморной заряд у этой фотографии. Наташенька, разместите ее в юморе фотографии. Этот снимок кошелек или, значит, хорошее юморное название у Наташи, судя по всему, судя по всему, она сделала этот снимок репортажно, но здесь Наташа технически этот снимок не дотянула. Здесь надо было передний план высветлять, передний план, который находится темный, который находится на фоне заднего светлого плана, надо было работать. Снимок может быть интересен по состоянию, по содержанию, например, для юмора фотографии, но снимок технически надо работать, а там есть возможность в этом снимке. На автобусной остановке. Это заметки, всего лишь фотозаметки. человек шел, ему что-то показалось интересным, он сделал такую заметку. Больше я, к сожалению, здесь не увидел, но я могу и ошибаться. так, это у нас снова уважаемые наши буддисты. Снимок туристический. Я не могу по-другому его квалифицировать, здесь ничего не происходит. Анна К. Анечка, если у вас соберется целая серия таких снимков, у вас получится интересный туристический репортаж. хорошее девчата, милая очень. Наташа Розенвадзер сфотографировала. Вот должен сказать, что из тех снимок, которые мне, извините, Наташа показывает, у нее есть взгляд, у нее есть взгляд, и она видит интересные ситуации, она вычленяет из события, но Наташе катастрофически не хватает техники. Техники я имею в виду, техники не только железа, а техники фотографии, умения. Наташа, этому надо вам обязательно получиться. У вас есть хороший мастер в Израиле, если вы только в Израиле живете, некто Левит, или Левит, как его называют, вот у него можно получиться техники фотографии, или же можно получиться еще пару людей, скажем, у Максима Рабиновича, он тоже хороший техник, связаться с ними, договориться, они вас научат, если вы даже назовете мое имя, то это точно сработает. Информационный снимок, Анна тоже сделала, вот такой в Вьетнам, видимо. Хорошо. Далее, это снова Иерусалим, а может быть и нет, не знаю, но где-то там, точно Иерусалим, сфотографировала Людмила Фингель, Людочка, у вас получился симпатичный туристический снимок. Любопытная фотография, Анна сделала, Ка, которую мы уже видели, но снимок очень плох, очень плохой технический, то, что надо бы показать, пропало, а что не надо, вылезает белыми пятнами наружу, снимок рваный по цвету, это не очень удачно, я полагаю, что Ане тоже следовало бы поучиться технике и, конечно же, перейти на съемку в RAW-формате, вот в RAW-формате в нем это все можно каким-то образом компенсировать, свести контрасты к более-менее приемлемому состоянию. А вообще снимок любопытный, тоже вьетнам, скорее всего, или что-то. Вот это продолжение этой темы, Аня нам показывает его, да, любопытный снимок, тоже, тоже хорошие туристические заметки, интересно, что Аня решает свои фотографии в черно-белом варианте. Вот еще снимок, называется он War Room, по-немецки это означает почему, вот, сделала его Наталья Розенбасова, это означает, что Наташа еще и немецким немножко владеет, кстати, может быть, она даже и в Германии или где-то здесь в Европе, я могу ошибаться, вот, это любопытная сценка уличная, я тоже называю ее фото-зарисовкой, идешь по улице и встречаешься с этими вещами, но откровение, открытие, впечатление, что снимок не происходит. Здесь очень любопытная ситуация, когда две девочки как бы не участвуют в том, что делает эта взрослая женщина, какая у них связь, неизвестно, родители, не родители, но здесь любопытная ситуация, которая, наверное, нам, европейцам, малообъяснима, может быть, Аня это знает, тогда это надо делать в названии, Аня название не сделала. Это любопытный снимок «Синий желтый шаг», сделал его Константин Шумский, Костя молодец, конечно, он видит такие вещи и как здесь цвета великолепно играют, но это снимок формальный, он не является жанровым, он является снимком формальным, где основным героем является не событие, но форма, а форма, она выражается и в том, как сконструирован снимок, но также и в том, как играют взаимодействия, чтобы цвета и света, снимок хвалится, но не рассматривается. Так, очень хороший репортажный снимок, веселый статус, сделал снимок Светлана Зайцева, молодец, Святочка, вы можете снимать репортаж, какие живые ребятки, хороший снимок. Марокканская свадьба в Тель-Авиве, будем знать, спасибо, это информационный снимок Люда Фрэнкель, мы уже видели сегодня ее какие-то снимки сделала, мы будем знать, Людочка, спасибо, это информационный туристический снимок. Я вернулся, а они что, разве христиане? Какие-то кресты или это ошибка? Надо, наверное, как-то это пояснить, странно, марокканцы, мне вроде бы, ну да ладно. Вот очень любопытное снимок, которое сделал Константин Шунский, мы уже его похвастили разом, сейчас похвалим еще раз. Костя изумительно чувствует свет и свет, изумительно. Но в этой фотографии особых событий нет, здесь межсобытийное дело, здесь встретились близкие люди, оно очевидно, но удивляет другое, почему эти пирожки стоят не перед мужчиной, а перед женщиной, как это объяснить? Неужели это он ей сделал эти пирожки? Вот здесь есть чем подумать, а вообще фотографический снимок очень интересный, смотрите, как здесь распределены цвета и тени, какие акценты сделаны на участниках, и посмотрите, как здорово высвечен мужчина, и от него аж от солнышка, от рефлекса, тень на стене, все, угол стеряю, Константин, молодец, простите, он мастерски владеет и ощущает свет, молодец, сквозь, хорошо, тоже на часы показывает, но ничего, еще сейчас закончим это дело, сколько смогу, так, так, этот снимок туристический, здесь не то, не очень интересно, Виталий Левин сделал это все, хорошо, он не знает, так, это очень интересная репортажная фотография, рассказывает, как протекает событие, интересно протекает, сделала, Виктор Ковчин, Витя молодец, вы умеете это делать, встали в самом нужном месте, правильно, репортаж может состояться, если вы сюда добавите еще несколько снимков, этот снимок сделал Александр Гурьянов, снимок, у него здесь два недостатка, но я о ней говорить не буду, это формальный, хотя нет, скажу быстренько, здесь слишком много деталей и слишком мало качества, Виталий сделал этот снимок как формальный снимок, как снимок формы, вот, как снимок света и тени, как снимок предметов, вот, а это сегодня не наша тема, молитва, снимок сделала Люда Фрэнкель, Людочка, у вас тоже страдает техника, причем очень-очень здорово, эти снимки мы называем замыленными, вам, наверное, следует пересмотреть вашу технику, либо, может быть, даже систему обработки снимков, мне кажется, здесь и то, и другое, вот, снимок туристического характера, хотя, может быть, как я предполагаю, Людмила и живет в Израиле, это очень интересный снимок, но и очень необъяснимый, я не знаю, как его интерпретировать, но, во всяком случае, Света Зайцева, которую я сделала, она успела попасть в ситуацию, когда два человека каким-то образом взаимодействуют друг с другом, вот эта женщина взаимодействует вот с этой дамой, совершенно потрясающей, да, смотрите, как волосы у них разлетелись, но в чем суть этого взаимодействия, нам не ясно, что случилось, почему, как, в этом смысле рассказ есть, но он сделан на другом языке, на том, который мы не понимаем, можно фантазировать, как я уже говорю, немцы говорят, спекулировать на тот или иной счет, но это, мне кажется, недостаточно явное высказывание с фотографией, вовсе не по вине Светланы, просто ей что досталось, то досталось, вот оно делает эту фотографию несколько недосказанной сюжетной. Ой, какая хорошая фотография, она на первый взгляд только бытовая, она на первый взгляд только, кто, Александр Гурьянов сделал, вот умничка, да, это фотография времени, это фотография, которая рассказывает знающему, с одной стороны, и интересующемуся, с другой стороны, человеку, очень и очень много обытия этих людей, об этих людях, об их характерах, да, здесь есть образ, и знаете, какой, образ русского быта, образ русского человека, вот так вот, везде, и всегда, сегодня, и раньше, вот в чем штука, мне совершенно не важно, кто это здесь сидит, это русские люди, и это вот то, что мне, до известной степени, дорого, в российском быте, мне это нравится, Саша Гурьянов, спасибо большое, снимок хороший, порадовали, этот снимок, называется, в ожидании кадра, он немножко, Константин Шумский сделал, Костя, он чуть-чуть, немножко, искусственный, здесь вот это, немного пугает, и очень много лишних элементов, которые на кадр не работают, вот та рука слева, значит, что она там делает, как это объяснить, а снимок, это такая штука, вот сейчас я прошу всех вас, внимательно еще напрячься, в снимке каждый элемент должен работать, нельзя отпускать на свободу нерегулируемые элементы, они снимок, как правило, сгрызают, уничтожают, пережегывают, также и здесь, вот здесь этот снимок должен быть объединен какой-то, все элементы снимка объединены какой-то определенной идеей, и остальное, что не работает на идее, надо безжалостно уничтожать. Сделал этот снимок у нас Константин Шумович, да, стоп, стоп, виноват, да, вот так перейдем сюда. Это, к сожалению, бытовая фотография, а Саша здесь немножечко ушел от того, что он сделал в прошлом снимке. И этот снимок, ульстинные плача, Люда, Люда Финкель сделал его, как я уже и говорил, Людочка, вам надо два момента учесть, обязательно технических, иначе снимки получаются такими, что их нигде толком не покажут. Это технически слабая работа, и она здесь функционирует против самого снимка. Так, это продолжение у Александра Гурьянова. Вот, это тоже хороший бытовой снимок, бытовая зарисовка. Ее вполне можно показывать на выставках, потому что это информационный, документальный снимок, который рассказывает о быте людей нашего сегодняшнего, или, может быть, немножко раньше во времени. В ожидании ритма. Ну, это та работа, которая находится между пиками, между пиковая работа. Здесь не поймана ритма, это Костя Шумский сделал, не поймана события, пика событий, еще пока, он еще будет, Костя, надо было подождать и поснимать попозже. Вот, это так называемый Вайнахтсмарт, то есть рождественский рынок, снял Виталий Левин его, но это скучный снимок, здесь ничего не происходит, стоят унылые женщины, это неинтересная работа Виталия. Пожалуйста, не сердитесь на меня, что я вам так говорю, но я житель Германии, знаю, что это такое, знаю, как это происходит. Это не тот рынок, который все мы знаем. Там же полно веселья, там полно огня, полно зажигания и всего-всего. Это не тот момент схвачен, унылый момент почему-то. на заливе. Анечка Зарубина, не обсуждаем, девочка, извините. Это репортажный снимок, он по цвету очень интересный, хорошие события происходят, сюда добавить еще несколько снимков, обязательно, чтобы какой-то был крупного плана, и тогда получится хороший фоторепортаж. Селфи, так называется этот снимок. Это снимок бытовой, или наблюдения, или фото зарисовки, как хотите, это все он в себе содержит. Интересы для жанрового восприятия он пока не представляет. Очень любопытная женщина, и, подождите, а кто его сделал? Я же не сказал, Виталий Лёвин сделал. Это очень на немецкий вариант похоже. Это может быть и Австрия, но скорее всего Германия. Мефисто, фирма, которая продает хорошую рубль, и дешевую рубль. Но не об этом речь. Речь об этой женщине. Если только... Да, это не Сельдов. Виталий Лёвин, Виталик, если вы хотели показать эту женщину, ее надо было вытащить к себе, надо было дать ей сделать еще пару, хотя бы еще один шаг к себе. Вот тогда бы она вышла ближе к вам, она бы стала яркой, она бы как белая, она уже сейчас, как белое пятно тянет, но у нее конкуренты, вот здесь вот эти здания, которые так же тянут на себя глаз. А вот если бы она пошла поближе, получилась бы очень интересная уличная зарисовка. Ну ладно, черт с ним, назовите это стрит-фотографии, если уж вам так хочется. Игра отражений. Снимок формальный. Сделал этот снимок Татьяна Про. Танечка, мы не рассматриваем эти снимки. Приходите ко мне на страничку, там поговорим. Я и всех вас приглашаю, кому интересно, показывайте свои снимки, я обязательно, а так или иначе отвечу вам. Вот снимок, который сделал Денис Бушуев. Очень любопытная фотография. И здесь есть какой-то рассказ, это называется «Вечеринка», все объясняет. И этот рассказ можно очень даже интересно интерпретировать. Вот, я бы назвал эту фотографию очень интересной, жанровой зарисовкой. Спасибо, интересно. Радиоэфир. Это репортажный снимок. Денис сделал его. Сделал очень интересно, композиционно. Видите, вот через монитор снизу снял этот снимок. Вот, там работают активно руки, но здесь не раскрывается ситуация. Это просто портрет за занятием. фористический снимок. Сделал его Татьяночка Бро. Вот, снимок о равноправии, его сделал Денис Бушуев. Я категорически против такой работы. Денис, не воспримите это, пожалуйста, каким-то образом лично, Будьте любезны, пожалуйста, позвольте мне высказаться. Значит, эта фотография не просто наивная. Она, конечно, наивная. Она содержит в себе элемент, как мы говорим по-немецки, и выраженка, элемент, ну, в этой теме сложно выразиться так, чтобы это было деликатно. Удивление, да? И позвольте мне тогда сделать выводы, глядя на эту фотографию. Если эта девочка подошла к унитазу, простите, девочка ли это? А если это не девочка и не мальчик, выглядит она как девочка, но она использует мужскую, тогда, простите, о чем вы ведете речь? Чем вы хотите нас удивить? Чему вы хотите нас порадовать? Чем вы хотите нас порадовать? То, что девочка к унитазу подошла? Нет, это я сейчас позволю себе высказаться, это плохой вкус. Денис, не сердитесь, пожалуйста. Каждый из нас когда-то допускает какие-то маленькие непонятки, которые Санта считает нормальными, а другие, оказывается, не понимают. Может быть, я ошибаюсь, но что-то мне задается, что нет. Дорогие друзья, меня попросили заканчивать, чтобы поберечь вас, потому что вам завтра надо на работу. да и у меня дел дофига. Я сейчас попробую перейти обратно на себя. Вот я перешел. Я чрезвычайно благодарен вам, что вы нашли возможность, выслушали меня. И я хотел бы, используя вот это вот время прямого эфира, сказать вам последнее, заключительное пару слов. А слова эти, наверное, я произнесу вместе с бокалом вина. Я хочу признаться, что я двоеженец. Да, представьте себе. Моя младшая жена, вы ее видели, Оленька Куликова, тоже фотограф. А вот моя старшая жена фотография, и женат я на ней очень и очень и очень давно. Должен признаться, что я ей изменяю. Иногда я изменяю с видео, с съемкой, изменяю ей иногда с литературой, вот, иногда с фотопублицистикой, но все-таки она, как была моей главной женой, старшей женой, так она и остается всю жизнь со мной. И у нас от этого брака есть много-много-много ребятишек. Эти ребятишек вы можете посмотреть либо в интернете под именем Владимир Ролов, либо у меня на страничке в Фейсбуке Владимир Ролов. Вот. Я всех, каждого из вас приглашаю к себе в гости. Поверьте мне, я найду всегда время и возможность поговорить с вами, ответить вам. И я вам желаю от всего сердца тем, кто наконец почувствовал в себе влюбленность в фотографию, чтобы эта влюбленность переросла у вас в брак с фотографией. Я очень-очень хотел бы быть повивальной бабкой ваших ребятишек. Я пью за вас, за вашу радость, которая обязательно придет вместе с фотографией. И за прекрасное стечение вашей судьбы, которая привела вас к фотографии. За вас, дорогие друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова